Две четвертинки. 4 февраля 1943 года. Я начинаю вести дневник, который мне лень было писать в 1942 году. Но я помещу задним числом сюда все записи 1942 года. Это будет потом. Сегодня мы с Сергеем Борисовичем, который есть тезка моего любимого развощокого племянника, 14,5 лет, выпили пол-литра. А Сергей Борисович поправляет не пол-литра, а две четвертинки. А разница есть, ибо четвертинки великолепнее на 7,5 рублей. Сергей Борисович сегодня впервые для меня с погонами. Он тот самый поручик. Я всегда любила поручиков, а со времен моего Лермонтова сроднилась с ними. А бедный Ираклий, имеющий жену Вивиану Абелевну, Робинзон и дочку Манану Вивиановну, в простоте своей оголтелой души вообразил, что все старшие лейтенанты — герои нашего времени, как грубо. Нет, я ошиблась, плоско. Это гостиница Москва. Итак, 1 февраля. Час 0-2 по-военному. Дворник попросил у СБ пол-литра за погоны, а дама, обыкновенная дама средних лет, сказала, что именно такие поручики за ней ухаживали, когда она была моложе и красивее. Смотри, Евгений Онегин. Так как по Харджиеву между СБ и Миром стоит литература, а по СБ между Миром и Харджиевым, увы, ничего не стоит. Эта полемика произошла из-за того, что я со дня рождения была сплетницей, а Марьина Роща — местом пребывания поочередно Харджиева, Цветаевой и Рудакова. А я поправляю, что Цветаева была там в гостях, а СБ добавляет словами Давыдова. Я был на Линде, но на Скоком. При этом надо добавить, что безумный Михаил Матвеевич, достойный корреспондент, все спутал и принял ангела, явившегося на фронте, за Леву Гумилева. Сергей Борисович требует, чтобы я написала, что у Марины об этом сказано. Есть с огромными крылами, а бывают и без крыл. Между тем оказалось, что Лева давно уже не ангел, о чем забыл Михаил Матвеевич, а служит в музее, не экспонатом, а, по-видимому, научным сотрудником. Пошли ему бог удачи и покладистого характера. «Самое главное же то, что ангелом, никем не узнанным, оказался Сергей Борисович. Он принес картошку и много. Хлеб желателен к обеду». Эту приписку сделал СБ Рудаков. Так мы то ли развлекались, то ли отвлекались от всех бедствий войны. Впрочем, Сергей Борисович еще не отошел от радостного возбуждения, подогреваемый своим все возрастающим успехом. Надо признать, что он наслаждался не только успехом в литературной и научной среде, что было вполне законно для его работы, но и чисто декоративными моментами такой, в сущности, невинной деятельности в московском всеобуче. Уже в ночь с 30 апреля на 1 мая он описывает в очередном письме к Лине «Первомайское торжественное совещание», и на нем, радуется он, «Мне торжественно же поднесли грамоту». От военкома такой тонкости даже не ожидал. Организовать создание грамот, их издание и раздачу через меня, а потом специальным приказом мне, еще звонил начальнику отдела поднести ее неожиданно. Я упоминаю эти в высшей степени характерные детали, чтобы объяснить, почему он уже не удовлетворялся общением со мной. Дело в том, что я к этому времени осталась в очень тяжелом положении. Рудаков отзывался об этом эгоцентрично. Ему нужна была собеседница и восхищенная слушательница. Вот как он писал обо мне в июне 1943-го. У нее очень плохие дела, и не только не приняли в союз, но открепили от каких-то остаточных промежуточных звеньев полунаучного снабжения. Она зарабатывала донорством. Это тоже от чего-то кончилось. Она в дикой меланхолии и реальном отчаянии. Все это удивительно, так как у нее ослепительные рекомендации того же Цевловского, Эйхенбаума, Бродского, Мануйлова и... Этсетера. И работает она существенно. Ее дуэли и кружок 16-ти поминаются с ее именем в любой паршивенькой статье и в томах литературного наследства и прочее. Но все беспроку. Наивно, заключая Трудаков, ведь у нее более десятка напечатных работ. В ней все же есть какая-то глупца, немочь и неприязнь к людям, фырчание, мандерштамовского толка, очевидно, все и портящее. Это объяснение так примитивно, что заменять его подлинной причиной такого астракизма, то есть политической, мне не хочется. Между тем, из тех же писем выяснилось, что у мужа и жены уже давно выработалось отрицательное отношение к моим работам. Вот об Эмме пишешь, что так, мол, и надо. Это не совсем так. Ее лермонтовские работы лучше, чем мы думали. По сути, своей Рудаков был добрый и благородный человек. Ему, видимо, было совестно так меня шельмовать, в то время, когда мы так дружно проводили вместе тяжелые военные дни. Но все-таки привычный эгоцентризм тут же вступил в свои права. У меня теперь нет чувства конкуренции. А мне все равно мало всех союзов. Меня это не характеризует. Это семейное скептическое отношение ко всем, кто не принадлежит к Ленинградской школе, то есть работает не в замкнутом кругу формального метода, характерно для последователей хотя бы и авангарда, но не для его творцов. А между тем сам Шкловский, назвав данные мне рекомендации стихотворениями в прозе, со своей стороны дал мне такую ослепительную рекомендацию, которой я могла бы гордиться и по сей день. Успех она не имела никакого. Где находится ее подлинник, мне неизвестно, но у меня сохранилась официально заверенная копия. Вот она. Вправление союза писателей. Товарищ Герштейн заново работает над Лермонтовым. Она не пишет книги о книгах, а находит новый ход, и без нее работать уже нельзя. Это и есть писатель, то есть первоисточник, а не обработчик. Шкловский, 14 мая 1943 года. Добавлю, он назвал положительным фактором, что в упомянутых рекомендациях нигде не сказано, что вы трудолюбивая. Конечно, такое признание принесло мне чувство радости и успокоенности. Такому авторитету, как острый и беспощадный Виктор Шкловский, можно довериться. Но, как я уже говорила, реального успеха аттестации Шкловского не имела. Я медленно опускалась в яму отчаянного положения. Николай Павлович Анциферов старался мне помочь, усердно подталкивая в число авторов Совинформбюро самого официозного органа. Я не умела дать туда ни одной строчки, за исключением тех случаев, когда требуемая заметка предназначалась для Вокса. Тогда у меня напечатали две-три зарисовки. Вот почему я обрадовалась, когда в двух номерах Красной Нови появились первые части новой повести Зощенко «Перед восходом солнца». Это пробудило во мне, казалось бы, совершенно угасший вкус к пониманию большой литературы. Я записала, может быть, беспорядочные мысли о состоянии современной советской литературы. С нетерпением ждала третьей части, чтобы сделать анализ этого нового злободневного произведения. И тут произошел обрыв, заставивший меня опять надолго неметь. Как известно, эта повесть была запрещена. Продолжение ее не появилось. Это, может быть, беспорядочное введение мне дорого, как память о состоянии пробудившегося на короткое время сознания. 27 октября 43-го. Так же, как и все современные писатели, он интересуется психологией. В прошлом веке великие писатели уже проложили эту дорогу. Но у них был другой материал. Замечательные люди, обогнавшие на несколько десятилетий своих современников, описывали незамечательных, обыкновенных людей. Жизнь этих последних была стабильна. Она имела форму. Вместе с тем, эта устойчивая форма открывала возможности для происшествий. На неожиданных событиях раскрывались обычные свойства людей. Обыкновенный средний человек имел характер, биографию. Писатель заглядывал в глубину его души и раскрывал в рядовой истории жизни необычайное внутреннее богатство. Читатель узнавал себя и был благодарен писателю. Он не замечал, что писатель дарил ему его самого, проведенного через фильтр, изысканного тонкого искусства. О приемах этого искусства почти не говорили. Писатель был одинок. Критики едва поднимались до понимания его мастерства. Личная жизнь и быт писателя резко отличались от жизни обыкновенного человека. Это было в порядке вещей. Описал он о том, что подсмотрел среди чужих. Было нечто, что делало этих чужих родными. Отечество, Россия. Они и писали. Теперь все не так. Характера нет совсем. Есть рефлексы, вырабатывающиеся под давлением многотонной механизированной силы. Когда ритм этой огромной машины чем-нибудь перебивается, иногда робко, иногда с необыкновенной силой вырывают снаружи чувства, вкусы, надежды, страсти. Ужасно. Оказывается, они одни и те же, что были 50 лет назад. Ничего не изменилось. Ничем не обогатились. Современного вкуса, стиля, новой личности нет. Новая форма только в ритме. Современным стилем в искусстве должен быть быстрый внешний темп и совершенно неподвижное внутреннее состояние. Но страсти, но чувства личности, они озаряют внезапно, уже чужую, не принадлежащую себе жизнь и исчезают под давлением непреодолимого. А эти зорницы, как знать, может быть, они-то и есть залог будущего. Они когда-нибудь проснутся в далеком море, как волна. Современный писатель не может без искусственного, неестественного напряжения написать биографию, роман, написать жизнь, в которой события помогают гармоническому росту личности. У нас нет даже самого элементарного, нет возраста. Дети, молодежь, зрелые люди и старики живут одной и той же жизнью. Резкие, потрясающие перемены, выпавшие на нашу долю, никогда и не снились человеку прошлого века. А между тем, как полна, как длина была его жизнь. Он перерождался несколько раз в своей жизни и принимал новую форму, «А мы все те же при всех потрясениях». Поэтому описать современного человека — это значит вырвать отдельные эпизоды, не связывая их в протяженном во времени повествовании. Лев Толстой делал то же самое. Его детство, отрочество — это отдельные кадры, островки в его памяти о себе. А получается иллюзия связанного повествования. Помогает воздух между главами. Современные кадры врываются из безвоздушного пространства. Автор и не претендует на то, чтобы создать повесть, по которой можно проследить жизнь героя. Он идет в открытую и говорит только об отдельных случаях. Они разные, пестрые. По ним, как будто ты не поймешь, жизнь общества, эпохи. Да и куда нам понять, что мы видим? Зощенко не рассуждает, не умозаключает. Он написал книгу о травмах. Самое удивительное, что эта запись была сделана 27 октября, а 14 ноября скончался мой отец. 1943. Конца можно было ожидать каждый день. И действительно, 11 ноября у него произошло кровоизлияние в мозг, и через три дня он скончался в больнице. В отце были противоречия. У меня есть документ, где его благодарит Красный Крест во время войны, что он относился к раненым как истинный христианин, хотя он был очень вспыльчив, резок и даже тяжел на руку. Я все время помню, как умирал мой отец на моих глазах. Уже была война, уже все его близкие, вся его вторая семья, так сказать. Там уже были и дети, и внуки, все арестованы, все разбито. А мы не уехали, не эвакуировались, потому что он говорил так. «Я не найду себе работы никогда, потому что я не вижу, и у меня дрожат руки, и я не могу оперировать. А дело еще в том, что если немцы войдут в Москву, то там тоже все рухнет». Таково было его убеждение. Тогда вообще все провалится, и некуда бежать, надо оставаться. И он не захотел уезжать. Жили мы, конечно, ужасно, как все в Москве, причем в первые месяцы войны, когда немцы подходили к Москве, здесь было почти как в Ленинграде. За исключением хлеба, который был без перебоя на всю войну. В Москве был хлеб, и очень хороший. Рабочие получали 800 граммов, служащие 600, а иждивенцы 400 граммов в день, каждый день. Я не помню перебоев. Но остальное — ничего. И не топят, и холод, и бомбежка началась. Ну, хуже некуда. Нет никого из друзей, и в семье, и в доме напряжения, уюта нет, и папа лежал и говорил, «Ни двора, ни кола, ни друзей, и куда мне отсюда бежать?» У него был склероз, но он еще служил в поликлинике директором. Больных он не принимал. Он не мог найти дорогу домой. Несколько раз в Москве заблудился. И я за ним ходила, и его встречала. Наконец, ему стало хуже, у нас был дикий холод, его положили в больницу, и однажды при мне у него сделалось еще одно кровоизлияние. И он посмотрел в угол и увидел смерть. Это безусловно. И в его глазах было «предаю свою жизнь в руки твои». Вот такое выражение. Смирение. Это не то. И тут ему стало совсем плохо, врачи стали с кислородом что-то делать, а я не могла к нему подойти. У меня было такое чувство, что я буду мешать ему умирать, что он уже ушел. А потом мне говорили нянечки, что когда он очень страдал, он стонал. «О, мои бедные деточки, мои бедные деточки», предвидя все то, что нас ждет. И когда он умер, то все знавшие его говорили, это был большой человек. Умер большой человек. Это была, конечно, полная перемена нашего семейного быта. Менялось все кругом. Стали возвращаться с фронтов раненые и демобилизованные по инвалидности. Они также мало рассказывали о жизни на войне, но сводили между собой какие-то таинственные для меня счеты. Очутившись на московском рынке, фронтовики восклицали, «Когда ж мы вас давить будем?» Проходя в сумерки по бульвару Чистых прудов, я обратила внимание на двух танкистов, которые молча, не произнося ни звука, резались короткими ножами. Это была какая-то зверская дуэль. И редкие прохожие от них шарахались, в том числе и я. Средь бела дня, в мирной обстановке, в самом начале очереди в пивную стоял молчаливый моряк. В конце веселый парень, который все балагурил. В один момент моряк покинул свое место и также молча подошел к парню и дал ему сильный подзатыльник. Тот только закричал, «За что?» Я замечала собачьи глаза смущенных воинов, полные стыда при встрече с любимыми женщинами, которые радовались тому, что они остались живыми, а те думали про себя, какими будут мужьями и любовниками, стыдясь своего количества. А пока в подмосковных госпиталях медленно умирали первые защитники Москвы, так никогда и не увидевшие столицы. Но вот на моих глазах в трамвае два выписанных из госпиталя воина рассматривали никогда не виданные улицы и здания. Они были в такой эйфории, что перемежали свои восклицания восторженным матом. На переднем сидении вагона сидела комсомолка с книжкой в руках. Она одергивала шумных юношей, но они не унимались, и в конце концов она разразилась возмущенной нотацией, «Ведите себя прилично в общественном месте!» Один из ликующих собеседников вскипел, «Прилично? А молодой человек с одной рукой, это прилично, скажите!» И только тут я заметила его пустой рукав от самого плеча. И тут он как бы очнулся, поняв свое навек испорченное будущее. С другой стороны, чем дольше длилась война, тем больше было людей, на которых был след кровавых и мучительных взаимных счетов между собой. В булочной был безногий человек всем по пояс, который вел себя с потерянным отчаянием, истерически, и к нему окружающие относились милосердно. Но я приметила худощавого мужчину, который очень внимательно всматривался в физиономию этого калеки. Узнав его, он подошел, наклонился и что-то тихо сказал ему. У несчастного волосы встали дыбом. Сняли затемнение и шли по Совинформбюро Победной реляции, и мы видели по кинохронике Ялтинскую и Тегеранскую конференции, и Второй фронт воевал. В воздухе причувствовалось окончание войны. Это было время оплакивания погибших и предвкушения скорого свидания с оставшимися в живых, но уже выписанными из армии по ранению. На улицах появилось гораздо больше людей, вернулись эвакуированные, много было командированных с фронта, московские улицы стали оживленными, иногда можно было видеть среди толпы остановившихся влюбленных. На их лицах было написано только счастье, но чаще мне приходилось замечать у мужчины собачий взгляд. В нем говорило беспокойство за судьбу будущего счастья. Он стеснялся своего увечья, а она еще об этом и не подозревала. Слишком скоро мы убедились, что окончание войны и нам не принесло счастья. Не буду описывать смену потрясающих событий, скажу только о себе лично, что для меня наступило время десятилетий пустынных, как зевок людоеда, как сказал Пастернак о тридцатилетней войне. В январе, вскоре после смерти отца, пришло известие о гибели уже с августа арестованного Рудакова. Но приезд Анны Андреевны из Ташкента в Москву внес, как всегда, свежую струю в мое существование. В частности, две новости имели ко мне непосредственное отношение. Весть об освобождении из лагеря Левы, и, что еще важнее, передача мне от Надиного имени рукописи Мандельштама на хранение. О Левином добровольном уходе на фронт и о возобновившейся моей переписке с ним во время войны будет на протяжении этой книги еще не раз упомянуто. Но сейчас я перечту последнее письмо из Берлина от него, весьма содержательное. Последнее письмо из оккупированной Германии. 14 сентября. Милая, очень милая Эммочка. Получил я ваше сердитое письмо и воздержался от ответа, чем очень доволен. А, получив приветливое, отвечаю немедля и даже по пунктам. А. Установил, что лучше вас ко мне никто не относится. Бог знает, за что вы меня любите, ведь я плохой, злой и старый, с тяжелым характером. Б. Если собрать всех моих невест, в кавычках, то получится неплохой невольничий рынок, хотя меньше стамбульского, но страпезунский или яввский. Об них я никогда не вспоминаю, а вам пишу. Вы чувствуете разницу. С. Смотрины, которые действительно были, имели совсем не те цели, которые вы предполагаете. Аберрация возникла, как я сейчас понимаю, вследствие сексуальной неполноценности Николая Ивановича. Но подробно я расскажу вам об этом при свидании. Тогда вы поймете, что вы кругом неправы, обижаясь на меня, хотя я понимаю, что вам тогда было горько и обидно. Д. Составлять стихи из одних только полноценных выражений нельзя, ибо они, то есть выражения, не выделяясь из фона, проигрывают сами в композиционном отношении и превращают стихотворение в театр-гениоль или антикварную лавку. Пример неудачи Осипа Эмильевича. Мне неоднократно приходилось искать банальности и штампов для фона, и это подчас более трудно, чем загнуть что-либо несусветное. Действительно, мертвых светов сброд. Явление необычное и локальное, возникшее среди привычного неба, не обращающего на себя внимания. Так было задумано, так и получилось. Значит, удачно. Но это стихотворение я считаю слабым и надеюсь, что в дальнейшем покажу вам нечто более интересное. Е. Мысль о многотемности героя нашего времени нова, но чтобы принять ее, надо ознакомиться со всей вашей аргументацией. Это слишком новая и смелая мысль. Ф. Что за идеи у вас в голове, будто я сравниваю женщин со слонихами и тому подобное? Ф. Разумеется, у животных есть пол и рот, но не больше. Нельзя же придираться к литературным приемам, да еще для того, чтобы обижаться на них. Никогда этого больше не делайте. Ф. Г. О моей жизни ничего веселого не скажешь. Три часа в неделю я обучаю любознательных офицеров истории и литературе, а прочее время они обучают меня, кажется, с равным неуспехом. Европа надоела до чертиков, читать нечего, говорить не о чем. П. Пишите чаще. А. На маму больше не сержусь и надоедать вам не буду. Целую ваши ручки и вас. Леон. На следующий день после получения этого письма вышел долгожданный указ о демобилизации. Настали одни из самых возбужденных дней. Я, естественно, стала ждать обещанного приезда Левы. Время шло, его не было и никаких от него вестей. Вокруг бродили рассказы о разных катастрофических случаях, связанных с демобилизацией. Постепенно я заражалась тревожными настроениями. Наконец пришлось остановиться на мысли, что с ним что-то случилось. А мирная жизнь начинала уже входить в свои права. А Смёркин уже получил первый пропуск в послеблокадный Ленинград. Это было глубокой осенью. Он пробыл в Ленинграде в Академии художеств в не менее месяца. Он вернулся в Москву еще через месяц. Я была в это время у Елены, и он долго возбужденно рассказывал о своих впечатлениях. Я его спросила, ну как же там сейчас живет Ахматова, абсолютно одна? Как она переносит свое одиночество? Почему одиноко? С ней Лёва живет. Он уже работает в институте востоковедения. Сдал экзамены за университет. Я была поражена. Я была уверена, что больше никогда не буду с ним ни встречаться, ни приписываться. Но так же, как он исчез неожиданно, так же внезапно пришла от него открытка. Он рассказал мне, сколько он успел сдать экзаменов за это время. Что закончил университет, сдал кандидатский минимум, восхищая этим Анну Андреевну. «Мама удивлена», — писал он. «И называет меня осьминогом». Анна Ахматова и Лев Гумилев Раненые души В журнале «Звезда», номер 4 за 1994 год, впервые напечатаны фрагменты переписки Ахматовой с сыном, известным историком-востоковедом Львом Гумилевым. Публикаторы вдова Льва Николаевич Наталья Викторовна Гумилева и академик Лисан Михайлович Панченко. В последние годы обоих ученых разных поколений связывала личная дружба. Об этом свидетельствуют появившиеся в печати их общие выступления и вдумчивый некролог Льву Николаевичу, написанный Панченко. Известие 19 июня 1992 года. И озаглавленный «Он был настоящий вольнодумец». К сожалению, в комментарии вступительной статьи академика «Теплое чувство дружбы» взяло верх над требовательностью ученого. Панченко полностью доверился рассказам Льва Николаевича своей матери, не ставя перед собой задачи проанализировать творческую биографию Анны Ахматовой в традициях филологической науки. Им так и заявлено по поводу реального комментария к отдельным письмам. Его основа – наши со Львом Николаевичем разговоры. Жаль, что это заявление не было вынесено в заглавие. Оно бы сразу обозначило истинную тему публикации, которая тем самым стала бы бесценным психологическим материалом для знания о даровитом человеке исключительной судьбы – Льве Гумилеве. Мемуарный элемент занимает большое место и во вступительной статье. Для этого использован тот же источник. Но одностороннее освещение такого большого явления в русской поэзии, как литературная деятельность и судьба Анны Ахматовой, не могло не привести к искажению ее образа и даже к прямым ошибкам. Начать с того, что в распоряжении публикаторов был неполный материал. Они и сами это заметили, найдя в тексте печатаемых писем упоминания о предыдущих открытках Ахматовой. Таковых не оказалось ни в ее фонде, хранящемся в РНБ, ни в домашнем архиве Льва Николаевича Гумилева, как сообщает Наталья Викторовна. Их и не могло быть нигде. Основной состав писем матери Лев Николаевич сжег. «Об этом он поведал пораженной Анне Андреевне в первые же дни возвращения из ГУЛАГа». «В лагере нельзя ничего хранить, бывают переезды, там шмоны», — объяснял он. А когда об этом Аутодафе заговорила с ним я, он ответил благородным негодованием. «Что, я буду торговать мамиными письмами?» Тем не менее, как видим, несколько писем у него сохранилось. Вскоре после его освобождения мы узнали об этой дружеской беседе. Присутствовали Надежда Яковлевна Мандельштам, я и один бывший зэк. Лева выхватил из кармана мамины письма, чтобы показать нам, как злостно она уклонялась от ответов на его прямые вопросы. Он размахивал той самой открыткой, которая напечатана теперь в звезде. Там, на запрос о любимой женщине, с которой он расстался пять лет тому назад, из-за своего ареста, Анна Андреевна ответила в завуалированной форме на хорошо знакомом ему условном языке. Даму она назвала пушкинской девой розой, дыхание которой, как известно, могло быть полно чумы. Надеюсь, современному читателю не нужно объяснять, что под чумой подразумевается не какой-нибудь сифилис или спид, а то, о чем сказано в одном из стихотворений Ахматовой, окружили невидимым тыном крепко сглаженной слежки своей. Подобного рода проблемы сопровождали всю жизнь Ахматовой и Льва Гумилева, особенно в первый послевоенный год, начавшийся для них в Ленинграде бурно и весело. Ну а после беспрецедентного постановления ЦК партии об Ахматовой и Зощенко нечего и говорить, что на фонтанке относились с подозрением к каждому посетителю. Я не решусь утверждать, что приведенная характеристика Львиной подруги была точна, но Анна Андреевна была в этом уверена и выдвигала много убедительных доводов в пользу своей версии. Между тем, сбитый с толку многолетней изоляции, Лев Николаевич уже не хотел понимать смысл ее слов. С таким упрямым непониманием мы еще встретимся не раз. Нет сомнения, что десять писем Ахматовой, сохраненные Гумилевым, превратились в выборочный документ, предназначенный для увековечения образа дурной матери, который Лева создал и лелеял в своей растерзанной душе. Можно ли на таком скудном и тенденциозном материале вылепить психологический портрет Анны Ахматовой? А именно это и пытается сделать Панченко. В отличие от сына, Анна Андреевна бережно сохранила все его письма. К сожалению, из всего большого их собрания, находящегося в РНБ, публикаторы воспользовались только пятью самыми горькими и несправедливыми. В «Звезде» Левина часть открывается письмом от 5 сентября 1954 года, где он учит мать, как надо за него хлопотать. «Единственный способ помочь мне — это не писать прошения, которые будут механически передаваться в прокуратуру и механически отвергаться, а добиться личного свидания у Ворошилова или Хрущева и объяснить им, что я толковый востоковед со знанием и возможностями, далеко превышающими средний уровень, и что гораздо целесообразнее использовать меня как ученого, чем как огородное пугало». Почти невозможно переписываться по почте подлежащей цензуре и как доверчиво некоторые читатели, положившиеся на гладкую версию измученного Гумилева о причинах своей беды. Анна Андреевна не могла объяснить ему, при каких обстоятельствах она получила отказ из прокуратуры СССР. А это был ответ не на механическое заявление или прошение гражданки Ахматовой АА, а на ее личное обращение к Ворошилову в начале февраля 1954 года. Ее письмо было передано в руки адресата в тот же день его адъютантам. Посредником в этом важном деле был архитектор и живописец Рудни, заканчивавший тогда строительство нового здания университета на Ленинских горах. Как известно, Ворошилов считался с его мнениями. Но несмотря на получение двух писем от Ахматовой Альве Гумилеве и от Руднева об Анне Ахматовой, ответа на письма не было ни от Ворошилова лично, ни от Верховного Совета СССР, председателем которого он был в то время. После почти полугодового томительного ожидания пришло извещение прямо из прокуратуры СССР на имя Ахматовой А.А. о том, что оснований для пересмотра дела Гумилева Л.Н. нет. Это был сокрушительный удар. Но Ахматова была не только поэтом Божьей милостью, как назвал ее Панченко, но и очень умным человеком. Она сразу поняла, при все еще действующем постановлении ЦК об Ахматовой и Зощенко, Ворошилов не возьмет на себя ответственности за решение судьбы ее сына. К тому же, носящего фамилию своего отца, поэта Николая Гумилева, расстрелянного ЧК в 1921 году. Значит, Ворошилов советовался с президиумом партии и с самим Хрущевым, и новое правительство не собирается давать Ахматовой никакой поблажки. Поэтому всяческое обращение от ее имени будет для Льва не только бесполезным, но и губительным. Значит, надо действовать кружным путем. Эту единственную правильную позицию Панченко понял как основную черту характера Ахматовой. Она не протестовала, она страдала. Между тем, об этом важном эпизоде в печати существуют два свидетельства, описывающие, как протекало обращение Анны Андреевны к Ворошилову. Во втором томе записок об Анне Ахматовой и Лидии Чуковской под датой 12 января 1954 года упомянуто, как они совместно составляли письмо к Ворошилову. 5 февраля они уже читали письмо Руднева, доставленное мною, чего Лидия Корнеевна не знала. Не знала она также, что оно вместе с письмом Ахматовой было передано адъютанту Ворошилову через указанное им лицо в комендатуре у Троицких ворот Кремля. 12 февраля Чуковская отмечает кратко. Письмо Ворошилову она уже послала. Нева, 1993, номер 4, страница 110, 111, 112. Более подробно об этом рассказано в моей статье «Мемуары и факты» об освобождении Льва Гумилева, напечатаны трижды, два раза в США в изданиях «Ардис» 1976-1977 год и один раз в Москве в журнале «Горизонт», номер 6, за 1989 год. Прежде чем отдавать эту статью в печать, я послал ее в 1973 году Леве. Он не возразил против ее напечатания, но промолчал. Трудно, однако, понять, почему промолчал и Панченко. Эти наши публикации остались неучтенными в его комментариях. Таким же упущением приходится признать интерпретацию одного анекдотического рассказа Льва Николаевича, который автор предисловия оценил как немаловажную для русской культуры беседу. В ней Гумилев очень живо, но совершенно неправдоподобно изобразил, как он подсказал матери, образ серебряного века для известных строк из поэмы «Безгероя». «На галерной чернела арка, В летнем тонко пела флюгарка, И серебряный месяц ярко над серебряным веком стыл». В действительности эти стихи присутствовали уже в первой ташкентской редакции поэмы. В этом легко убедиться, заглянув в издание стихотворений «Поэм Анны Ахматовой библиотеки поэта» 1976. Там напечатан вариант с указанной страфой, датированной 1943 годом. В это время Гумилев еще отбывал лагерный срок в Норильске и не мог знать о существовании нового произведения Ахматовой. А термин «серебряный век» зародился среди русской эмиграции первой волны. Насколько мне известно, его предложил в 1933 году ОЦУП, повторил в 1935-м Вейдле, затем истолковал Бердяев, и, наконец, он лег в основу мемуарного романа Маковского «На парнасе серебряного века». Лев Николаевич, вероятно, присвоил себе авторство этого летучего определения под влиянием сдвига в своей памяти. Дело в том, что, съехавшись с матерью в Ленинграде после семилетней разлуки, тюрьма, лагерь, фронт, победа, Берлин, он охотно слушал новые стихи Анны Андреевны. Это ее радовало. Особенно она гордилась его одобрением поэма «Безгероя». Но после недолгого периода совместной жизни, четыре года, которые Анна Андреевна с горькой иронией называла «Антракт», последовала еще одна семилетняя разлука, опять тюрьма, на этот раз Лефортово. Оттуда лагерь под Карагандой, затем в Кемеровской области и напоследок долгие четыре года в лагере под Омском. Оттуда он никак не мог выбраться, хотя после смерти Сталина многие заключенные, в том числе и его друзья, освобождались один за другим. Последний год лагеря доконал его. «Проволучка его не то чтобы злила, он был добрый человек, она его обижала», уверяет Александр Михайлович, приводя слова «Льва». «От обиды я нажил язву». «На кого обида?» «На военную прокуратуру?» «На КГБ?» «Или на ЦК ВКПБ?» «Обижаются на своих». Лев Николаевич во всем винил свою мать. «Пусть будет паскудной судьба, а мама хорошей. Так лучше, чем наоборот», писал он мне в одном из многочисленных лагерных писем из Подомска. Знаменательные слова. Одной этой фразы достаточно, чтобы почувствовать, на каком психологическом фоне проходили разговоры Гумилева с Панченко. Слишком молодым в первое послевоенное десятилетие, чтобы понимать всю уникальность и двусмысленность положения Ахматовой, положение, а не поведение, запомним это. Вообще, обо всей нашей советской истории можно отозваться удачным афоризмом Виктора Ефимовича Ардова. На этот поезд нельзя вскакивать на ходу. Все, что говорит Панченко об Ахматовой, это отражение Левиных слов. А ему зачем-то было нужно изображать себя эдаким сорманцом и гулякой в 35 лет, между прочим. Отсюда и рассказ о появлении в опальном фонтанном доме Ольги Бергольц с закуской, водкой, деньгами и рзухабистой речью. Отсюда пренебрежительная новелла об озорном выманивании у матери трех рублей, опять же на водку. Пришлось разговаривать с мамой о поэзии. Как бы он с юных лет не знал наизусть всех стихов Ахматовой и Гумилева. В этом бесшабашном диалоге Лева якобы и высказал Анне Андреевне свои запоздалые соображения о золотом и серебряном веках русской литературы. Эти краски резко дисгармонируют с теми, которые Лева употреблял, рассказывая в Москве о своем житье-бытие с Анной Андреевной на фонтанке. Разговор наш происходил у меня в 1948 году, то есть по свежим следам происходившего. Мы кончали пить чай. На столе лежала шкурка от колбасы с маленьким остатком жира на ней. Мама бросила ее кошке. — Зачем ты это сделала? — Я хотел его съесть! — воскликнул я. Мама рассердилась ужасно, стала кричать на меня, долго кричала. А я сижу напротив, молчу и думаю, кричи-кричи. Значит, ты еще живая. Ведь каждому человеку надо когда-нибудь раскричаться. Как это не похоже на того Гумилева, который через сорок лет рассказывал академику Панченко свои байки. Не замечая, что перед его глазами разворачивается горестный процесс отречения Льва Николаевича от собственной судьбы, Панченко включается в эту стилизаторскую игру. Если Анна Андреевна пишет единственному родному человеку, «Сквозь все цензурные кордоны, я очень печальная, и у меня смутно на сердце. Пожалей хоть ты меня». Комментатор вторгается в разговор двух близких людей с назидательным замечанием, выдержанным в раздраженном тоне позднего Льва Николаевича. Сын тоскует о жизни на воле, хотя бы о реальном ее знании. Мать поэтессы пишет о состояниях. Отсюда его упреки и обиды. Как сытый голодного не разумеет, так и вольный узника. Наоборот, возражу я, это узник не разумеет вольного. Он не может себе представить, во что превратились город, улицы, комнаты, люди, которых он оставил семь, десять, а то и семнадцать лет тому назад. Какая бы она ни была, но там шла жизнь, а у арестанта только мечта, тоска и неизбежная в его положении тяга к прошлому, которого нет и никогда не будет. Если обычные корреспонденты пишут друг другу, желая что-нибудь сообщить, то переписка с заключенным диаметрально противоположна. Основной ее задачей становится необходимость все скрыть. Заключенный скрывает от вольных самое основное, что происходит с ним. Ежедневное унижение и постоянную опасность. С волей же ему невозможно писать ни о его деле, то есть о его шансах выйти на свободу, ни о собственных затруднениях, болезнях или бедах, чтобы не нагружать его дополнительными тяжелыми переживаниями. Поэтому письма Анны Андреевны, так же, как и Левы, носят иногда отвлеченный и скучноватый характер. Особенно, когда они пишут о литературе и героях Востока. Ведь это камуфляж. Это пишется только для того, чтобы не молчать, не оставлять без писем своих близких, чтобы они увидели почерк дорогого им человека. Лева прямо мне об этом писал 12 июня 1955 года. К предыдущему письму я приложил письмо маме в довольно резком тоне. Возможно, вы его не передали, из-за тона, разумеется. Поэтому я повторю его частично. О даосизме и переводах и тому подобное. Эти длинные профессиональные письма служили только заслоном от кипения страстей, болезненных и почти невыносимых. Панченко говорит об этом интересе как о семейном увлечении. Но для Ахматова это не увлечение, а органическое тяготение. Достаточно вспомнить ее ташкентские стихотворения, такие как «Я не была здесь лет 700». И особенно стихи про рыси глаза Азии, что-то высмотревшее и выдразнившее в ней. Словно вся пропамять в сознании раскаленной лавы текла, словно я свои же рыдания из чужих ладоней пила. Что касается Лева, то в молодости он поражал сходством с азиатским типом и чертами лица, и движениями, и характером. Перефразируя Шекспира, о нем можно было сказать «Каждый вершок азиат». Об этом говорится и в моих воспоминаниях, где упоминается тяготение его к Монголии и Средней Азии, и в мемуарах о более ранних его годах. Это было в 1934 году, то есть до его арестов, поэтому меня вызывает сомнение мысли Панченко о зарождении евразийства Гумилева в тюрьме. Мне кажется, что Лева знал сочинения творцов этой теории раньше. Достаточно вспомнить, что Пунин был передовым образованным человеком. Дома у него была хорошая библиотека. Лева, конечно, брал оттуда книги. Во всяком случае, я помню, как он называл имя князя Трубецкого в связи с жизнью этого мыслителя в Праге и постигшими его там бедами из-за прихода нацистов. В тюрьме он научился выуживать необходимые сведения из научно-популярных книг. Несколько выдержек из его писем продемонстрируют спокойный ход его работы. 10 января 56-го Пожалуйста, пришлите мне еще книг, так как эти я почти отработал. 22 февраля Еще раз благодарю вас за книгу. Я прочел ее с удовольствием, ибо, хотя в ней нет взлетов, но нет и спадов. Она выдержана на уровне академической посредственности, и поэтому может служить пособием для моей темы пока достаточным. 11 марта Из вашей книги, танцкие новеллы, я прочел пока только один рассказ и сразу сделал ценное примечание к истории. 14 марта Книги меня очень радуют безотносительно к моей судьбе. Если бы можно было достать две старых книги. Иоакинф «История Тибета» и «Хухунора» и «Василий Григорьев» «Восточный Туркестан» — это последние крупные вещи, которых мне не хватает. 29 марта «Пока я принимаю сочувствие окружающих и изучаю Сыма Тяня». 5 апреля. «И вот за что. Книги. Ведь если бы вы мне их не послали, мне бы надо было сейчас их доставать и читать. А когда?» Как видим, с получаемой литературой Лев Николаевич работал в лагере рассудительно, целеустремленно и увлеченно. Ко времени своего ареста в 1949 году он был уже достаточно подготовлен, в частности своей кандидатской диссертации, чтобы не тонуть в избыточных идеях, нередко возникающих у одаренных людей в долгом одиночестве. «Но иначе обстояло дело с личными и родственными отношениями Льва Николаевича. Я не знаю, ты богатая или бедная. Скольких комнат ты счастливая обладательница, одной или двух? Кто о тебе заботится?» — спрашивает он 21 апреля 1956 года. О жизни Анны Андреевны до него доходят невероятные слухи. Его интересует, сохраняется ли для него комната в квартире на Красной Коннице. Впрочем, он прекрасно знает, что Анна Андреевна живет на два дома, где Нина Антоновна Ольшевская-Ардова играет роль московской дочери, а Ирина Николаевна Пунина — ленинградской. Но сколько желчи и ехидства в выражении «счастливая обладательница». Это все влияние советчиков Льва Николаевича, его лагерных друзей, так называемых «кирюх». Все они были трижды и четырежды переволнованы слухами и событиями последнего года. Смерть Сталина, последующая амнистия, которая их не коснулась, общее движение к пересмотру дел — все породило точные рецепты, как надо действовать, чтобы ускорить освобождение. Льва неоднократно возвращался к их мнимо надежной программе действий. Ни он сам, ни его друзья не могли вместить в свое сознание, что существуют нестандартные положения. В военной прокуратуре начальник приемной внешне любезно дал мне общую справку о Левином деле. Но доверительное письмо от Анны Андреевны не взял, а вернул мне. Почему? А потому что Анна Ахматова была лицом, ограниченным в правах. Напомню, что постановление 1946 года продолжало действовать и в 50-х. Общение с Ахматовой боялись именно служивые люди. Они помнили не только это постановление, но и то, что появилось еще до войны после выхода сборника Ахматовой из шести книг. Самые видные писатели, даже высшая писательская администрация, не знали, какая гроза ждет их всех за выпуск мистика-религиозной книги Ахматовой. Пока Алексей Толстой выдвигал ее на сталинскую премию в присутствии и при поддержке Фадеева и других членов комитета, управляющий делами ВКПБ Крупин, подал в сентябре 1940 года возмущенную записку секретарю ЦК Жданову. Жданов, ставший специалистом по творчеству Ахматовой, подписал 29 октября 1940 года постановление секретариата ЦК об изъятии книги Ахматовой и строгом наказании виновных в выпуске этого, с позволения сказать, сборника, воспевающего блуд с молитвой во славу Божию. Книгу Ахматовой раскупили мгновенно после ее выхода в мае 1940 года, изъять тираж уже было неоткуда. Однако директор издательства «Советские писатели» и его ленинградского отделения вместе с цензором получили строгие партийные выговоры. Все эти подробности стали нам известны только недавно, но в коридорах прокуратуры, конечно, знали о гневе высокого начальства еще до того дня, как записка Крупина была подана и закреплена постановлением секретариата ЦК. Теперь можно уяснить себе смысл эпизода, когда в союзной прокуратуре Анна Андреевна была на моих глазах чуть ли не изгнана из кабинета прокурора в августе 1940 года. Точно такую же картину я наблюдала в 1955 году в военной прокуратуре. Панченко и Лев Николаевич говорят о жажде заключенного реального знания сегодняшней жизни на воле. Но что же могла написать Анна Андреевна в лагерь о своей жизни? Что после прощания с Левой и благословения его она потеряла сознание, что она очнулась от слов «ГБшников, а теперь вставайте, мы будем делать у вас обыск», что она не знает, сколько дней и ночей она пролежала в остывшей комнате. И когда в один из этих дней она спросила десятилетнюю Аню Каминскую «Отчего ты вчера не позвала меня к телефону?», то услышала в ответ «Ну, Акума, я думала, ты без сознания». Что в этом тумане горя она сожгла огромную часть своего литературного архива, который оставался в беспорядке под рукой. А там были не архивные документы, а живые рукописи ее, ненапечатанных стихов. Она переживала это уничтожение как конец глубинного смысла всей своей жизни. Но и этого мало. Она довершила свой порыв самоубийственным актом, написала верноподданические стихи вплоть до восхваления Сталина ко дню его рождения 21 декабря 1949 года. Весь следующий год журнал «Огонек» печатал за ее подписью стихотворный цикл «Слава миру», который всю оставшуюся жизнь сжег Анну Андреевну как незаживающая рана. После этого выступления у нее навсегда появилась фальшивая интонация в разговоре на людях. «Я пожертвовала для него мировой славой!» — выкрикнула она в пароксизме отчаяния и обиды на нескончаемые попреки вернувшегося через семь лет сына. Она мучилась своим невольным обманом неведомых читателей, обволакивавших всегда ее поэзию тайным пониманием. В 1922 году она имела право сказать «Я голос ваш, жар вашего дыхания! Я отражение вашего лица!» И была верна этому единству. Пока ее не скосила беда, она надеяла, что на том берегу темнеет небесный простор, где она не глохла бы от зычных проклятий. Но и эта блаженная где-то ее обманула. Когда железный занавес немного раздвинулся, оттуда послышался шепоток мещанской сплетни и, что еще хуже, повсеместные разговоры иноземцев об увядании ее таланта. И писали в почтенных газетах, что мой дар несравненный угас, что была я поэтом в поэтах, но мой пробил тринадцатый час. Она отреклась от нравственной чистоты своей поэзии ради спасения сына, а получила одни плевки с разных сторон и от того же сына. Когда негодую он в который раз приводил ей в пример других матерей, она повторила, не выдержав, ни одна мать не сделала для своего сына того, что сделала я, и получила в ответ катание по полу, крики и лагерную лексику. Это было при мне. Жертва Ахматовой оказалась напрасной. Грехопадение, насколько мне известно, никто ей не заказывал и ничего не обещал. Но она помнила, что ей ставили в вину ее молчание после постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград». И исключили из союза писателей. Леву, как мы видим, не выпустили, а надломленные Ахматовой представили право говорить с кем попало непроницаемым тоном и переводить на русский язык стихи своих иноязычных подражательниц. Если кто-нибудь думает, что это не пытка, он ничего не знает о радостях и страданиях творческой личности. В первый год, 1950-й, Анна Андреевна только ездила раз в месяц в Москву, чтобы передавать дозволенную сумму в Лефортовскую тюрьму и получать расписку арестанта, то есть убедиться, что он жив и находится еще здесь. После первого письма из пересыльной тюрьмы она получала только лаконичные записки вроде той из Чурбай-Нуринского почтового отделения в Карабасе, Карагандинской области, которая хранится у меня. Милая мамочка, подтверждаю получение посылки почты номер 277 и благодарю. Только вперед вместо печенья посылай больше жиров и табаку. Дешевле и лучше. Целую тебя. Записка датирована 19 июля 1951 года, а пришла в Москву по адресу Ардовых в августе. Посылку от имени Ахматовой отправляла я, как и многие следующие, поэтому Анна Андреевна отдала мне эту открытку. Что же можно было сообщать в лагерь при такой переписке? Что Арктический институт стал выживать из фонтанного дома Анну Андреевну и Иру Пунину с ее семейством. Институт терпел их проживание в своем ведомственном доме до ареста Николая Николаевича Пунина в августе 1949 года и Левы в ноябре. Но теперь, когда обе женщины остались такими беззащитными и уязвимыми, их буквально преследовали, они жались друг другу. В конце концов, в начале 1952 года Ирина позвонила в Москву к Анне Андреевне. «Ты как хочешь, а я больше не могу. Я беру квартиру на красной коннице». Анна Андреевна была поставлена перед свершившимся фактом. Вообще-то она не хотела расставаться с Ирой и Аней, но в этой новой квартире не было комнаты для Левы. На фонтанке после войны у Ахматовой были две комнаты, в одной жил Лева. Теперь она сразу сжалась, подумав о его устройстве по возвращении. А на это она не теряла надежды, хотя он был осужден на десять лет. Могла ли она, уже перенесшей тяжелый инфаркт, остаться одна на съедение грубых администраторов института? Борьба была безнадежной, и она дала свое согласие на переезд. Когда вышло разрешение писать чаще и более длинные письма, она уже не посвящала Леву в тяжкие подробности своего существования. Впрочем, о чем бы она ему не писала, он все равно отвечал брюзжанием и обидами. Они заглушали его ужас от непосильных ударов судьбы. Известие об избрании Ахматовой делегатом на Всесоюзный съезд писателей повергло в шок всех грамотных людей в лагере. Особенно волновались кирюхи. Узнав из газет, что заключительным заседанием съезда был правительственный прием, они вообразили, что это и есть единственный удобный случай для качания прав Ахматовой. Им казалось, что она могла шумно-демонстративно протестовать против заключения невинно осужденного сына. В газетах не писали, что члены правительства сидели в президиуме на сцене, отгороженной от зрительного зала. В зале среди писателей, ужиновших за столиками, присутствовала и Ахматова с застывшей любезной улыбкой на лице. «Маска, я тебя знаю», — обронила проходящая мимо нее Рина Зеленая. Они были знакомы по Ардовскому дому. На съезде в конце декабря 1954 года Анна Андреевна начала осторожно вести хлопоты о Леве. Она переговорила с Оренбургом. Он взялся написать лично Хрущеву, приложив к своему депутатскому письму ходатайства академика Струве. Но Лев уже никогда не мог освободиться от ложного убеждения, что на съезде его мать упустила единственную возможность просить за сына. Я утверждаю это не голословно, а на основании писем Гумилева ко мне из лагеря, встреч с вернувшимися ранее его «Кирюхами» и примечательного письма одного из них, имевшего ко мне поручение от Льва Николаевича. Это люди, среди которых были и стихотворцы, и художники, и научные сотрудники, но, к сожалению, не искушенные в политике и дипломатии. Им казалось, что Ахматова купается в благополучии, что опала с нее снята. И они удивлялись, как при таком, по их понятиям, высоком положении она не может пальцем пошевелить, чтобы выхлопотать освобождение своему совершенно невинному сыну. Все это было иллюзией, стимулирующей в Леве развитие не самых лучших черт — зависти, обидчивости и, увы, неблагодарности. Образ Ахматовой порождал множество сплетен. Думаю, что не без помощи КГБ. Леве было невдомек, что его одинокая мать, живя годами в чужих семьях, не может есть, пить, болеть, принимать нужных людей и друзей, не участвуя в общих расходах своих гостеприимных хозяев. По этому поводу я вынуждена упомянуть об одном раздутом эпизоде, продолжающем до сих пор бросать незаслуженную тень на имя Ахматовой. Речь идет об автомобиле «Москвич», подаренном Анной Андреевной, Алеше Баталову, старшему сыну Нины Антоновны, тогда еще не прославленному киноактеру, а скромному солдату, отбывающему воинскую повинность в Москве. Со своей молодой женой он занимал на Ордынке семиметровую комнату, из которой их выселяли, когда Ахматова приезжала в Москву. Она оживала в их комнате не менее четырех месяцев подряд, а когда заболевала, и дольше. Между тем, в 1953 году она заработала большие деньги за перевод драмы Виктора Гюго «Марион де Лорм», которая печаталась в пятнадцатитомном юбилейном издании, оплачиваемом по повышенным ставкам. Естественно, что став такой, по нашим масштабам богатой, она делала посильные подарки окружавшим ее друзьям. А Баталову особенный. Он его заслужил. Маленький «Москвич», стоивший тогда девять тысяч, доставил Алеше много радости, а Анне Андреевне — нравственное удовлетворение. Пока по России катились сплетни и анекдоты об Ахматовой, кстати, незаметно она стала для знакомых и незнакомых не Анной Ахматовой, а Анной Андреевной. А книги ее стихов не выходили, она продолжала тайно писать новые. В то же время она начала осторожно собирать ходатайства виднейших ученых-специалистов о пересмотре дела Льва Гумилева. Это были академик Струве, член Корф, впоследствии тоже академик Конрад, доктор исторических наук, директор Эрмитажа Артамонов. А из писателей в хлопоты включились такие видные авторы, как Шолохов, Эренбург и секретари Союза писателей Фадеев и Сурков. Я сказала осторожно, потому что еще недавно, в последние годы правления Сталина, можно было причинить большую неприятность собеседнику, произнося даже фамилию Гумилева и привлекая сочувственное внимание к своей лежащей в канаве двусмысленной славе. Могла ли быть Ахматова уверенной, что эти ученые откликнутся на ее просьбы, если и Струве, и Артамонов считали Леву умершим? Ведь они могли спросить о нем, если не прямо Анну Андреевну, то осведомиться через кого-нибудь, но боялись даже посредника. Вот почему эрмитажники утверждали, что Лева якобы не пишет матери. Видимо, сегодняшний читатель не может почувствовать этот зловещий «смог» тех лет. А если не может, то имеет ли он право судить Ахматову? Пытка ожиданием. Надо сказать, что заслуженные востоковеды и историки, уже включившись в борьбу за Гумилева, делали это охотно, с умом и настойчиво. Струва писал дважды, а Конрад, хотя и рассказывал мне, как доверенному лицу Ахматовой, что он потерпел фиаско, впоследствии добавлял, что мы не можем себе представить, какие он делал еще попытки, но все безуспешно. Я хотела послать Леве копии блестящих рецензий ученых, но Анна Андреевна опасалась, как бы в его настоящем, зависимом и унизительном положении это не вызвало бы у него нервного срыва. Она предполагала, что отзывы могут повредить Леве в глазах лагерного начальства. Так оно и случилось. Значит, есть какая-то вина, если его все-таки держат здесь, засомневались там, и на всякий случай устрожили Леву режим. Его положение становилось уже очень неординарным. Он писал мне 22 февраля 1956 года. Жаль, что до сих пор нет ответа. Это действует на нервы не только мне, но и начальству, которое никак не может понять, хороший я или плохой, поэтому мое состояние вполне лишено стабильности, что причиняет мне массу затруднений. Получив это письмо, я решила, вопреки опасениям Анны Андреевны, послать ему копии писем, переданных мною в военную прокуратуру. 11 марта он отвечал, «Очень хорошо, что вы прислали мне отзывы. А что они задержались по дороге, не беда». Но беда была сильнее, чем это сказано в письме. В апреле один из отпущенных Левиных друзей, уняцкий священник из Западной Украины, имел от него поручение прийти ко мне и рассказать подробно о сложившемся положении. Задержаться в Москве ему не удалось, но он написал мне письмо, к которому просил отнестись как к краткой и искренней исповеди самого Гумилева и по силе возможности содействовать, чтобы облегчить тяжелое положение. Он сообщал, «На Льва Николаевича в последнее время был нажим. Несколько месяцев имел спокойствие, но после последних отзывов, а последние не особенно нравятся нашим, и решили прижать. Видно, хотят сломить веру в свои способности и силы, а, возможно, и другие причины, для вас известные. Напряженное состояние Льва дошло до крайности. Не получая писем, я чувствую себя на вертеле, обмазанном скипидаром и посыпанном красным перцем», — писал он 29 марта 1956 года. Хотя я писала ему, что в марте, очевидно, дело уже решится. Нет ничего удивительного, что слова именитых ученых о Леве заставили местное начальство призадуматься. Удаление Гумилева из рядов советских историков является, по-моему, существенной потерей для советско-исторической науки, — пишет академик Струве. Он говорит о недавно умершем профессоре Якубовском, потерю которого некем заменить, кроме как Гумилевым, и смело указывает на его глубокие знания и зрелость мысли. Профессор Артамонов говорит о незаурядном даровании Гумилева, о его блестящих знаниях в избранной специальности. Кстати говоря, Артамонов свидетельствует, что интерес к истории тюркских кочевых народов определился у Льва, когда он был еще студентом. Оба названных ученых были в той или иной степени его руководителями, то есть в экспедициях, то есть в Институте Востоковедения. Но доктор исторических наук и лауреат Сталинской премии Окладников не знал начала пути Гумилева. Тем не менее, его короткое и сильное письмо потребует от нас особого внимания. Он подчеркивает, что соприкасался с Гумилевым только по ходу своих научных занятий. С большим нажимом сообщает, что не он один считает Гумилева крупным, я бы сказать, даже выдающимся исследователем прошлого народов Центральной и Средней Азии, что многие ученые, читавшие внимательно его работы, разделяют его, Окладникова мнение о свежести мыслей и подлинной историчности его взглядов. Вместе со мной возвращению Гумилева к научной работе были бы рады многие другие специалисты, страхуют себя Окладников и в заключении просят по возможности ускорить пересмотр дела Гумилева, в надежде, что здесь, во времена Берии, могли быть допущены нарушения советской законности. Казалось бы, все сказано. Но неожиданно он добавляет фразу, идущую в разрез совсем вышеизложенным. Во всяком случае, если и была вина, то много меньшее по объему, чем все то, что он уже перенес в заключении. Окладников что-то знал о вине Гумилева? Что позволило ему соизмерять степень наказания силой содеянного? Может быть, профессор проговорился? Или проговорился кто-нибудь другой? Конечно, это так. Свой документ Окладников вручил надежному посреднику, Надежде Яковлевне Мандельштам. Когда она привезла из Ленинграда в Москву это письмо, она рассказывала. Окладников не решался давать Гумилеву политическую характеристику и называть его невинно осужденным. Струве 80 лет, он академик, он может, а я не могу, передавала Надежда Яковлевна его соображения. Но она могла заговорить кого угодно. Сила внушения была ее главным талантом. Это было доминантой в ее характере, сотканом из бешеного темперамента, возбудимости, иногда доходящей до кликушества, непререкаемого своеволия и, как ни странно, беспечного легкомыслия. Разумеется, это не Окладников что-то знал о деле Гумилева, а Надежда Яковлевна. Странно, что этого не знала я, так пристально занимавшийся Левиными делами в это время. Но не прошло и двух недель, как я получила исчерпывающие сведения от Анны Андреевны. Это были совершенно непредвиденные мною подробности о запомнившемся мне на долго аресте Льва и Пунина в 1935 году. Толчком к откровенности Ахматовой послужило полученное мною письмо от Левы. Он отвечал на вопрос, по какой статье он осужден и вообще какое обвинение ему предъявлено. В прокуратуре почему-то мне ни за что не хотели это сказать, цинично парируя. Спросите его самого. Ахматову, как я уже говорила, еле-еле впускали в кабинет соответствующего чина и не хотели с ней разговаривать. Именно из-за этого я стремилась приехать в Омск, чтобы получить свидание и поговорить, наконец, с Левой лично. Но это было невозможно. Мой вопрос о статье Уголовного кодекса поверг Леву в шок. Он увидел в этом лишнее доказательство равнодушия к нему матери. Однако сообщил. Вот она. 17-58-8-10. Содержание дела. Дважды привлекался. В 1935 году с составом преступления, разговоры дома. И в 1938 году без состава преступления. Но, будучи осужден, считал свой арест ничем не оправданный жестокостью. Считал, но не говорит. Осужден в 1950 году как повторник, то есть человек, коему решили продлить наказание без повода с его стороны. То есть с моей. В связи с последним осуждением я напомню, что Ахматова, удостоившись личного приема у заместителя генерального прокурора, спросила его, можно ли два раза наказывать за одно и то же преступление. Ответ был лаконичен. Можно. Получив Левина письмо, я сказала Анне Андреевне, что теперь она может пойти в прокуратуру с более определенной жалобой. Реакция ее была неожиданной. Привлечено дело 1935 года? Тогда я не могу туда пойти. Почему? В своем письме Лева признает, что в 1935 году преступление действительно было. Разговоры дома. В таком случае Ахматовой, в ее тогдашнем письме, просьбе Сталину, ручавшейся за сына и мужа, тоже арестованного, за те же разговоры. Нужно признаться и в своем участии в этом преступлении. Но после того, как она напечатала в огоньке свой пресловутый цикл «Слава миру», было невозможно теперь в 50-х годах напоминать о былом новым судьям. Этого мало. В «Славу мира» включено стихотворение 21 декабря 1949 года, то есть день рождения Сталина. Какую тяжкую роль сыграло это выступление в творческой и личной биографии Ахматовой я уже говорила. Но это еще не все. Тут я впервые узнала, что в том же 1935 году Лева прочел вслух стихотворение Мандельштама «Мы живем под собою, не чуя страны», то есть политическую сатиру на Сталина. От меня он это скрыл, хотя я тоже имела некоторое отношение к его тогдашнему аресту и делу Мандельштама. И опять еще не все. За ужином сидел не совсем привычный в этом доме гость, студент, приглашенный Левой. Этот молодой человек, пораженный слышным, немедленно донес обо всем органам. Как известно, Сталин проявил неслыханную милость, и оба арестованных были немедленно освобождены. И все-таки это дело фигурировало опять в обвинительном акте, по которому Лева был осужден на 10 лет в 1950 году. И еще один удар, последний. Следствие по делу 1935 года до помилования велось очень жестко. И в деле остался, текст Мандельштамовского стихотворения, записанный Левиной рукой. А он все продолжал жаловаться в каждом письме. Сколько же можно рассматривать пустое место? Он явно хотел забыть о записи стихотворения Мандельштама и забыл. Это отражено в примитивном и вместе с тем благородным письме одного из Кирюх, востоковеда Михаила Федоровича Хвана. 9 сентября 1955 года он обратился к Струве с просьбой не о себе, а о срочном вмешательстве в судьбу Львана Калача Гумилева. Все его несчастье в том, что он — сын двух известных поэтов-неудачников. И обычно его вспоминают в связи с именами родителей, между тем, как он ученый и по своему блестящему таланту не нуждается в упоминаниях знаменитости, чтобы его признали. «Видите, Лева уже от нас отрекается», — с грустью сказала Анна Андреевна, — «протягивай мне бумаги, полученные от Струве». Да, конечно, Хван писал с Левиного голоса. Это было ясно. В то время как все ходатай убедились в существовании какого-то затора, не дающего двигаться пересмотру дела Гумилева, он сам только один раз, минуту отрезвления, понял это. «Вся задержка от Лукавого», — писал он мне 3 февраля 1956 года. Она не нужна. Она — плод чьей-то злой воли. Эту злую волю можно найти, если отвлечься от двух поэтов-неудачников, от студентов-доносчиков и от профессоров-оппонентов. Для этого надо вернуться к тому злополучному дню 1934 года, когда Осип Эмильч Мандельштам вдохновенно читал Анне Андреевне Ахматовой и Льву Гумилеву свое еще не обстрелянное стихотворение «Мы живем под собою, не чуя страны». Особенно Лева не должен его знать. Вспоминается мне напряженный голос Нади, когда она появилась у меня с этим предостережением. Но поэт не смог удержаться в рамках благоразумия и доверил опальной, навечно Ахматовой и неокрепшему молодому человеку свое конспиративное стихотворение. Мандельштам, выбрав на следствие позицию полной откровенности, о реакции Левы на это чтение отозвался так. Лев Гумилев одобрил вещь, неопределенная эмоциональным выражением, вроде «здорово», но его оценка сливалась с оценкой его матери Анны Ахматовой, в присутствии которой эта вещь ему была зачитана. Конечно, мы не должны забывать, что редакция слов Осипа Эмильевича принадлежит следователю, но все-таки это и есть начало Левиного дела. Замечу, что в документах об окончательной реабилитации Льва Николаевича Гумилева заведенное на него дело помечено датой 1934 год. Как мы уже убедились, этот хвост тянулся за ним все последующие 22 года. Вот почему я назвала выше Надежду Яковлевну Мандельштам легкомысленной и беспечной. «Отделались легким испугом», — определила она положение всех слушателей сатиры на Сталина, названных Мандельштамом. Отмахнулась она также и от прямого указания Фадеева на присутствие среди секретарей ЦК активного врага Мандельштама. Но тут мы должны обратиться к ее воспоминаниям. В 1938 году, когда Осип Эмильевич скитался по Москве и Ленинграду, добиваясь своей легализации после Воронежской высылки, Фадеев вызвался поговорить наверху и узнать, что там думают, сообщает Надежда Яковлевна. Сведения его были самые неутешительные. Он рассказал, что разговаривал с Андреевым, но ничего у него не вышло. Тот решительно заявил, что ни о какой работе для Осипа Мандельштама не может быть и речи. «Наотрез», — сказал Фадеев. Во второй раз Фадеев опять сослался на то же высокопоставленное лицо, когда он встретился с Надеждой Яковлевной в лифте. Хлопоты об издании стихов Мандельштама в то время уже начинались. Надежда Яковлевна пишет, что это было незадолго до окончания войны. Но она ошибается, так как в первый раз она приехала из Ташкента в Москву летом 1946 года, а останавливалась на квартире у Шкловских еще позже. Там-то в лифте писательского дома в Лаврушинском переулке она и встретилась еще раз с Фадеевым. Едва лифт стал подниматься, — пишет она, — как Фадеев нагнулся ко мне и шепнул, что приговор Мандельштаму подписал Андреев. Вернее, так я его поняла. Сказанная им фраза прозвучала приблизительно так. Это поручили Андрееву с Осипом Эмильевичем. Лифт остановился, и Фадеев вышел. Надежда Яковлевна, по ее словам, растерялась. Причем тут Ахматова? Кроме того, я заметила, что Фадеев был пьяноват. В конце концов, она перенебрегла полученными сведениями, воскликнув, а не все ли равно, кто подписал приговор? Но мы не можем пройти мимо этих подробностей, потому что нам надлежит выяснить, почему задерживалась реабилитация Льва Николаевича Гумилева и виновна ли в том Анна Андреевна Ахматова. Это потребует от нас пересмотра многих уже известных версий. Если не переворошить этот слежавшийся материал, мы останемся с застывшим представлением об Ахматовой. Предположив, что в числе истоков дела Гумилева большую роль сыграли антисталинские стихи Мандельштама, мы должны внимательнее отнестись к истории распространения этой сатиры и судьбе автора так же, как и вовлеченных в это дело лиц. Первоисточников по этому вопросу сохранилось не так уж много. Это две неполные публикации следственных дел Осипа Эмильевича Мандельштама. Воспоминания Надежды Мандельштам, листки из дневника Анны Ахматовой. Свидетельство о причастности Бориса Леонидовича Пастернака к облегчению участия Мандельштама, Ахматовой и Гумилева. Есть еще и мои воспоминания, но к ним не любят обращаться, потому что они нет-нет, да и соскальзывают с уже накатанной дорожки. Новых изданий, например, такого содержательного первоисточника, как записи Лукницкого, нам не придется касаться, так как они относятся к более раннему периоду биографии Анны Андреевны Ахматовой. Но ощутимый толчок в нашей трактовке проблемы производят появившиеся совсем недавно, уже в девяностых годах, неизвестные материалы о динамике отношения Пастернака к Сталину. Мои догадки. Ни Осип Эмильевич, ни его жена не сомневались, что в случае обнаружения этого стихотворения автора ждет расстрел. За это говорила горделивая обреченность, с какой Осип Эмильевич читал мне свою сатиру на Сталина, приговаривая «если узнает расстрел». Помилование Мандельштама произвело эффект совершенно исключительного события. Я говорю помилование, поскольку высылка на трехлетний срок в один из среднерусских университетских городов — наказание очень далекое от ожидаемой высшей меры. Загадочным был и сам способ разглашения этой милости посредством телефонной беседы Сталина с Пастернаком. Сам этот звонок породил множество толков в специальной литературе, но прежде чем на них остановиться, надо напомнить текст записи этой беседы, сделанной Надеждой Мандельштам со слов Пастернака. Сталин сообщил Пастернаку, что дело Мандельштама пересматривается и что с ним все будет хорошо. Затем последовал неожиданный упрек, почему Пастернак не обратился в писательские организации или ко мне и не хлопотал о Мандельштаме. «Если бы я был поэтом и мой друг-поэт попал в беду, я бы на стены лез, чтобы ему помочь». Ответ Пастернака. «Писательские организации этим не занимаются с 1927 года, а если бы я не хлопотал, вы бы, вероятно, ничего не узнали». Затем Пастернак прибавил что-то по поводу слова «друг», желая уточнить характер отношений с Осипом Мандельштамом, которые в понятии дружбы, разумеется, не укладывались. Та ремарка была очень в стиле Пастернака и никакого отношения к делу не имела. Сталин прервал его вопросом. «Но ведь он же мастер, мастер», — Пастернак ответил. «Да дело не в этом». «А в чем же», — спросил Сталин. Пастернак сказал, что хотел бы с ним встретиться и поговорить. «О чем?» «О жизни и смерти», — ответил Пастернак. Сталин повесил трубку. Пастернак попробовал снова с ним соединиться, но попал на секретаря. Сталин к телефону больше не подошел. Некоторые предполагают, что Сталин не читал с самой сатирой Мандельштама. Ему, мол, никто не осмелился ее показать. Мне кажется, такое объяснение малоубедительным. Тот, кто мог бояться расправы за знание этого текста, должен был бы еще больше бояться доноса об его утайке от Сталина, который сам наложил резолюцию «изолировать, но сохранить». Правда, подлинника этой надписи никто еще не видел, но кто другой, кроме Сталина, взял бы на себя ответственный за такое решение? Вторая версия, особенно ясно выраженная в материалах биографии Пастернака, содержит предположение, что звонок Сталина был продиктован желанием узнать, известны ли эти стихи Пастернаку и тем самым определить степень их распространения. Но такие задачи были по плечу следователям ГПУ, и незачем было самому Сталину заниматься подобным сыском. Третий взгляд на вещи приводил к предположению, что Сталин надеялся увидеть в Мандельштаме своего будущего апологета, вспомним позднейшую оду Сталину Мандельштама. Четвертая версия связывает демонстративный звонок Сталина к Пастернаку с проходящей в это время интенсивной подготовкой к первому съезду писателей. Это мнение подкрепляется разрешением Пастернаку не держать в секрете ни самый факт этой телефонной беседы, ни ее содержание. Вполне естественно, что тактические соображения сопровождали поступок такого изощренного политика, как Сталин. Но достаточный ли это стимул для нервного и странного разговора, ставшего теперь уже знаменитым? Пастернак передавал его с одинаковыми деталями нескольким писателем. Надежда Яковлевна пересказывает его, как она сообщает, с стенографической точностью. Боюсь, что Пастернак не был так же точен. Напрашивается мысль, что его рассказ был обработанной версией, обдуманной для передачи публики. В нем прощупываются некоторые несоответствия течению событий, ставших известными позже. Среди них успешное вмешательство Пастернака в дело освобождение Гумилева и Пунина в 1935 году. Несмотря на то, что в финал телефонной беседы 1934 года Борис Леонидович читал свои большой неудачи. Прежде чем остановиться на важном эпизоде защиты Пастернака Махматовой, отметим неверную, с нашей точки зрения, мотивировку самого звонка Сталина именно Пастернаку. Надежда Яковлевна объясняет это сообщением Бухарина. В письме Сталину Бухарин сделал приписку, что у него был Пастернак, взволнованный арестом Мадельштама. Однако звонок Сталина мог быть обусловлен и другими причинами. Вспомним, что его личное общение с Пастернаком было не первым. Первое произошло в 1932 году в особенной форме. С него и начинается история увлечения Пастернака Сталиным, безусловно отразившаяся и на положении Ахматовой и ее сына. О первой записке поэта к вождю было напечатано в советской газете, но никто из нас, в том числе и Надежда Яковлевна, этого не помнил. Эпизод совсем не освещен в российской литературе. Он не нашел себе места ни в материалах к биографии Пастернака, ни в многочисленных публикациях его эпистолярного наследия, ни в мемуарных сборниках. Гораздо больше резонанс вызвал он в эмигрантской литературе и западной словистике. Начало положила статья Корякова «Термометр России», напечатанная в 1958 году в новом журнале «Нью-Йорк». В ней приводятся отклики в прессе на скоропостижную смерть Надежды Сергеевны Аллилуевой, жены Сталина. Газеты были полны выражениями соболезнования от разных организаций, от членов ЦК, от сослуживцев, покойных и родственников. В этом потоке видное место занимало сочувственное письмо, подписанное 33 писателями и напечатанное в номере 52-м литературной газеты 17 ноября 1932 года. Но Пастернак не подписал вместе со всеми этот траурный адрес, а приложил отдельную записку. Она была напечатана там же. Присоединяюсь к чувству товарищей. Накануне глубоко и упорно думал о Сталине как художник впервые. Утром прочел известие. Потрясен так, точно был рядом, жил и видел. 18 ноября в «Правде» было помещено письмо в редакцию Сталина, общая благодарность всем выразившим сочувствие его горю. Реакция Сталина на удивительные слова Пастернака осталась неизвестной. Но когда через 18 месяцев он позвонил Пастернаку насчет Мандельштама, забыть о той странной и значительной приписке поэта он, конечно, не мог. Не забыл ее и Пастернак, но никогда никому о ней не напоминал, хотя она была напечатана. Надеюсь, не покажется на тяжкой мысль, что в телефонном звонке Сталина содержался его ответ на ту приписку Пастернака. В фундаментальной монографии о Пастернаке целая глава посвящена теме первого ареста Мандельштама в связи с пресловутым телефонным разговором. Однако ни автор книги, Лазарь Флейшман, ни кто-либо из цитированных им толкователей не пришел к определенному выводу. Да это и невозможно сделать, если рассматривать каждый эпизод изолированно. А это был процесс, длившийся три года. Завершился он в 1936 году напечатанным 1 января в «Известиях» стихотворным циклом Пастернака, посвященным Сталину и другими отдельными факторами. Сам поэт впоследствии охарактеризовал этот цикл как искреннюю, одну из сильнейших, последнюю в тот период попытку, жить думами времени и ему в тон. Он не скрывал, что Бухарину хотелось, чтобы такая вещь была написана, стихотворение было радостью для него. Бухарину, по всей видимости, нужно было второе стихотворение этого цикла «Я понял все живо». В нем содержится банальное и в сущности посредственное словословие вождя, даже вождей, и Ленин, и Сталин, и эти стихи. Нужное стихотворение явно было таким же чужим для самого поэта, как и некоторые строки его, опять удивительного, письма, по времени предшествовавшего напечатанному циклу. Насколько первое стихотворение «Мне по душе строптивый Норов» органично связано с запиской «В дни смерти Аллилуевой» настолько во втором ясно слышны отголоски одного из мотивов последнего письма. «Я сперва написал вам по-своему, с отступлениями и многословно, повинуюсь чему-то тайному, что, помимо всем понятного и всеми разделяемого, привязывает меня к вам». Но мне посоветовали сократить и упростить письмо, и я остался с ужасным чувством, будто послал вам что-то не свое, чужое. Несомненно, советчиком поэта в данном случае был тот же Бухарин, оба уже были связаны прежним общим делом спасения Мандельштама. В промежутке было еще одно письмо. Имею в виду поддержку Борисом Леонидовичем просьбы Ахматовой к Сталину о помощи в постигшей ее беде. Удивительно, что за освобождение Ивана Николаевича Гумилева и Николая Николаевича Пунина благодарил Сталина Пастернак, а не Ахматова. Это говорит о многом. О том, что все эти три года между поэтом и Сталином шел свой молчаливый диалог. Так говорит и сам автор письма. «Меня мучает, что я не последовал тогда своему первому желанию поблагодарить вас за чудесное освобождение родных Ахматовой, но я постеснялся побеспокоить вас вторично и решил затаить про себя чувство горячей признательности вам, уверенный в том, что все равно неведомым образом оно как-нибудь додойдет до вас». В письме содержался и злободневный мотив. Он относился к известным словам Сталина о Маяковском. Об этом Пастернак рассказал в своем позднем автобиографическом очерке «Люди и положение». Это освобождало его от жизни на виду в роли первого поэта, которую ему навязывали некоторые литературные критики. Но самого письма Пастернак в этом очерке, конечно, не приводит. Теперь, когда оно напечатано, мы вправе взять из него слова, говорящие о существовании внутренней связи между этими двумя феноменальными личностями. Я с легким сердцем могу жить и работать по-прежнему, в скромной тишине, с неожиданностями и таинственностями, без которых я бы не любил жизни. Именем этой таинственности горячо вас любящий и преданный вам. Борис Пастернак. К сожалению, комментаторы и аналитики пытаются разменять эту подлинность духовного проникновения на мелкие подробности политической и литературной жизни. Вообще говоря, стремление рационально объяснить иррациональное, так же, как и видеть загадочное там, где налицо простая неосведомленность, мне всегда представлялось бесперспективным занятием. Недостаточно ли самого поступка Сталина, позвонившего Пастернаку? Не указывает ли это на установившееся доверие вождя к поэту? Рядом с этим такие слова, как тайновидец, провидец, чертовщина и мистический ужас, предложенные Михаилом Коряковым в связи с перепиской Пастернака, не попадают в цель. Не точнее ли будет принять другой вариант размышлений того же Корякова? Мне думается, что с того момента 17 ноября 1932 года Пастернак, сам того не ведая, вошел в личную жизнь Сталина, стал какой-то частицей в его душевном пейзаже. Почему же сам того не ведая? Разве Пастернак не признал того же в отброшенной строфе известного стихотворения мне по душе строптивый норов? Как в двуголосной фуге он сам не бесконечно мал, он верит в знания друг о друге предельно крайних двух начал. Предвестником этого стихотворения были мысли Пастернака в ноябре 1932 года, когда он думал о Сталине как художник впервые. Слово художник выражает более емкое понятие, чем слова тайновидец и прочие подобные. Творец больше, чем существо, пусть одаренное особой зоркостью, но лишенной любви. Рембрандтовские портреты не появились бы, если бы великий живописец не совмещал с созидательной энергией женской чуткости, того чувства, которое не взвешивает добродетели и пороки человека, а постигает его целиком. В такой почти женской любви Пастернак признается Сталину в своем письме. Это освобождает его от возможных упреков в сервелизме, литературном политиканстве или дипломатии. Пока художник занят творческим наступлением на сопротивляющийся еще материал, он находится вне категории добра и зла, определяемых по-разному, разными же судьями. Для Пастернака Сталин артист в силе, гений поступка. Это слово перекликается с распространенным в двадцатых годах мнением о новой породе людей, появившихся в молодом советском обществе рядом с местными послевоенными неврастенниками, пришибленными небывалыми событиями. Говорилось о людях, способных своими деяниями изменять течение больших и малых событий. Созерцатели и пониматели с жадным любопытством присматривались к этим уверенным пришельцам, веселым атеистам, ни перед чем не останавливавшимся, даже перед добровольной службой в ЧК. Слово «поступок» звучало в этой атмосфере весомо и многозначно. Под поступком Сталина в стихах Пастернака можно подразумевать и дважды проявленную милость, в первый раз к Мандельштаму, во второй к Ахматовой. В таком понимании это слово возвращает нас к первой записке Пастернака к Сталину. В трактовке философа Бориса Парамонова, привлекшего этот эпизод к своей проблемной работе «Пастернак против романтизма», смысл ее раскрывается так. Пастернак, связывавший с женщиной революцию, но амбивалентно трактовавший ее и как бунт против насилия, и как само насилие, увидел в Сталине убийцу революции, просто-напросто убийцу собственной жены. Увидел, конечно, не то слово. Он в собственной тайной глубине, носившей подобные образы, об этом бессознательно догадался, а Сталин бессознательно же догадался об этой догадке Пастернака. В этой кремлевской сцене Пастернак как страсть и свидетель сидел в углу. Попробуем распространить это бессознательное общение на три другие встречи, одну телефонную и две письменные. Тогда мы не будем ни задавать, ни отвечать на вопрос, как это сделал Михаил Коряков и вслед за ним Борис Парамонов. В первой встрече они усмотрели причину сохранения жизни Пастернаком. Сталин его мистически испугался. Не поторопились ли два названных автора истребить в Сталине человеческое начало? Можно ли было еще до гибели Кирова и последующих чудовищных, сфабрикованных процессов называть Сталина убийцей революции? При таком обобщении игнорируется процесс становления характера, в данном случае постепенного превращения человека в вурдалака. Пока что Сталин жестоко и коварно боролся только со своими политическими соперниками, способными отобрать у него власть. Троцкий, Киров. Это не то же самое, что в полугнева может быть ревности убить жену, мать своих детей. Кто-нибудь должен был, если не простить, то пожалеть убийцу. Случай помог ему узнать об искреннем сострадании поэта и не об одном соболезновании, а о потенциальном авторе словословия о нем. Стихи, как мы знаем, пришли позже. Но и после них была еще одна вспышка подчинения обаянию власти. Об этом рассказывает в своем дневнике Корнееван Чуковский. 29 апреля 1936. Вчера на съезде в ЛКСМ сидел в шестом или седьмом ряду. Оглянулся Борис Пастернак. Я пришел к нему, взял его в передние ряды. Рядом со мной было свободное место. Вдруг появляются Каганович, Ворошилов, Андреев, Жданов и Сталин. Что сделалось с залом? А он стоял, немного утомленный, задумчивый, величавый. Чувствовалась огромная привычка к власти, силой, в то же время что-то женственное, мягкое. Я оглянулся. У всех были влюбленные, нежные, одухотворенные, смеющиеся лица. Видеть его, просто видеть, для всех нас было счастьем. К нему все время обращалась с какими-то разговорами Демченко. И мы все ревновали, завидовали, счастливая. Каждый его жест воспринимался с благоговением, никогда и даже не считал себя способным на такие чувства. Когда ему аплодировали, он вынул часы серебряные и показал аудитории с прелестной улыбкой. Все мы так и зашептали часы, часы, он показал часы. И потом, расходясь, уже возле вешалок, вновь вспоминали об этих часах. Пастернак шептал мне все время о нем восторженные слова, а я ему. И оба мы в один голос сказали «Ах, это Демченко заслоняет его!» На минуту. Домой мы шли вместе с Пастернаком, и оба упивались нашей радостью. Вероятно, это был последний всплеск психической зараженности Пастернака мощной личностью Сталина. Обратное движение началось, вероятно, со отказа подписать коллективные требования писателей расстрела Тухачевского. А затем, разделяя общее чувство ужаса от разгула террора, Борис Леонидович пережил также личное потрясение, гибель грузинских поэтов, своих друзей Тициана Табидзе и Паола Яшвили. На знакомых страницах известий он прочел предсмертные слова распластанного и раздавленного Бухарина. Пастернак пришел к отрицанию страшной фигуры Сталина. Противоположным был путь Мандельштама, от острой политической сатиры до натужной оды Сталину. Это была конъюнктурная вещь, не заслуживающая внимания исследователя. Но в стихотворении «Международного шума и спеха» он также поддался обаянию крупной исторической личности, как и Пастернак. Века могучая веха. Потрясенный милостью Сталина, Мандельштам говорит о нем эмоционально, благодарно. И ласкала меня, и сверлила со стены этих глаз журьба. И покаянно, и к нему, в его сердцевину, я без пропусков в Кремль вошел, разорвав расстояние холстину, головою повинной тяжел. То случилось непредвиденное. Рядом с этими смиренными стихами, когда Мандельштам думал уже совсем не о Сталине, а о грядущих крупных оптовых смертях двадцатого века. Очевидно, из подсознания поэта, где он медлил и мглил, всплыл почти рядом с пастернаковским гением поступка, пасмурный, оспенный и приниженный гений могил. Смотри стихи о неизвестном солдате, 1937-й. Разве это не портрет Сталина? Со всеми этими стихами интересно сопоставить первоначальный отклик Осипа Эмильича на рассказ Надежды Яковлевны о разговоре ее с пастернаком. К сожалению, в ее беглой передаче до нас донеслись только обрывистые, не всегда внятные фразы их домашнего разговора. Остался вполне доволен пастернаком, особенно его фразы о писательских организациях, которые не занимаются с двадцать седьмого года разбором личных дел. Дал точную справку, смеялся он. Он был недоволен самим фактом разговора. Зачем запутали пастернака? Я сам должен выпутываться. Он здесь ни при чем. И еще. Он совершенно прав, что дело не в мастерстве. Почему Сталин так боится мастерства? Это у него вроде суеверия. Думает, что мы можем нашаманить. И, наконец, а стишки верно произвели впечатление, если так, раструбил. Про пересмотр. Что ж, поэт оказался прав. К мысли о силе, заключенной в стихах, Осип Эмильевич возвращался не раз в беседах с Рудаковым в Воронеже. Поэтическая мысль — вещь страшная, и ее боятся. Или подлинная поэзия перестраивают жизнь и ее боятся. Может быть, если верить точности записи Надежды Яковлевны, Мандельштам понял, в этом же духе вопрос Сталина о его мастерстве. Но в первой устной передаче Надежды Яковлевны «Пересказа пастернака» я не уловила такого нюанса. Дело ведь не в прямом смысле слов, а в интонации и жести. Они подают сигналы для толкования реплик Сталина, дважды лишившегося самообладания. Резкое прекращение разговора, вероятно, было вызвано не гневом, а внезапным смятением. Просьба пастернака встретиться, чтобы говорить о жизни и смерти, прямо напоминала о трагической гибели Аллилуевой. А нервозный повтор, но ведь он мастер, мастер, указывает на желание Сталина услышать подтверждение компетентного собеседника о правоте Мандельштама. Мое толкование подкрепляется фразой из заявления Надежды Мандельштам, адресованного Берией уже после смерти Осипа Эмилича, о чем она еще не знала. Среди ее претензий есть упоминание о мастерстве Мандельштама как о положительном для властей факторе. Еще. Выяснить не юридически, а скорее моральный вопрос. Достаточно ли было оснований у НКВД, чтобы уничтожить поэта и мастера в период его активной и дружественной поэтической деятельности? Когда Мандельштам еще жил в Воронеже, он как будто угадал, что стишки произвели впечатление на Сталина. Что же он нашаманил ему? Прежде всего, сам образ властелина, карающего и милующего, как верховный судья. В изображении этой крупной фигуры тонут такие детали, как жирные пальцы и тараканье глазища. Даже казни не смущают вождя. И Ленин ратовал за расстрелы. Революция, мол, должна защищаться, но суть дела не в этом. Тут мы снова должны оглядеться по сторонам. Вспомним, в какие дни прозвучал телефонный звонок в квартире Пастернака. Июнь 1934 года. А 28 января того же года открылся 17 съезд ВКПБ. Он завершился 10 февраля выборами центральных органов. Историки нам говорят, что Сталин не получил большинства голосов для утверждения его на посту генерального секретаря. Победил Киров. Но результаты голосования были подтасованы. Весь этот год, закончившийся убийством Кирова, Сталин был озабочен укреплением своей власти и расправой с врагами из числа членов высших органов партии. На этом фоне одна строфа из крамольного стихотворения Мандельштама должна была ласкать слух затаившего злобу Сталина, а вокруг него сброд тонкашей их вождей. Он играет услугами полулюдей. Кто свистит, кто мяучит, кто хнычит, он один лишь бабачит и тычет. Поэт как будто давал ему индульгенцию на будущее, еще не оформленные в сознании тирана преступления. Такие слова можно повторять в укромных углах кремлевских палат, вытаскивая из этого сброда то одного, то другого из тонкашей их вождей и натравливать их друг на друга. Видимо, этот Мандельштам большой мастер. Надо о нем узнать. Глубже заглядывать в душу и замыслы злодея я не берусь. Но всем известные события 1937-39 годов говорят сами за себя. Обстоятельства последнего ареста Мандельштама не носят на себе следов брошенного на него убийственного взгляда Сталина. После моря пролитой крови, сфабрикованных процессов массовых репрессий и высылок невинных людей, очевидно, было уже не до этого поэта. Он был бы забыт, если бы сам не напрашивался на внимание братьев-писателей в Москве и Ленинграде, они боялись его. В любую минуту их можно было обвинить в знании чудовищного антисоветского стихотворения, а вместе с тем автор почему-то ходит на свободе. Когда-то сам Сталин обошелся с ним милостиво, а что теперь? Лучше с ним не связываться и потихоньку выпроводить подальше от Москвы. Принятое сейчас толкование причин его второго ареста в 1938 году смехотворно. В то время как в кремлевской больнице стаскивали с постели послеоперационных больных и волокли их на Лубянку, кто бы стал заботиться о Мандельштаме, запрятав его в санатории на Осаматихе, чтобы комфортабельнее произвести арест? Что за нелепость! С какой стати Литфон Союза писателей великодушно отпустил четыре бесплатные путевки в санаторий под Москвой Мандельштаму и его жене на два месяца? Когда они отдыхали там, несколько раз звонили из Союза и справлялись о здоровье Осипа Эмильевича. Ясно, что была задумана какая-то интрига с целью избавиться от присутствия в Москве Мандельштама и его жены с их неясным положением. Все это довольно откровенно описано в письме Павленко к секретарю Союза писателей, чтобы по-сыновьему, по-братски пожаловаться на беспокойство, причиняемое этим суетливым поэтом. Кто распорядился вторично судьбой Мандельштама из опубликованных документов, его дело не видно. Мы знаем только фамилию исполнителя этого распоряжения. Надежду Якульну беспокоило подозрение, что тут сыграл роль частный инцидент с одной коммунисткой. Она так и писала в своей жалобе Берии, прося проверить, не было ли чьей-нибудь личной заинтересованности в этой ссылке. Надежду Якульну беспокоил еще один вопрос. Почему взяли одного Осипа Эмильевича, а ее оставили на свободе, несмотря на то, что в инциденте были замешаны они оба? Пока мы не располагаем полным сводом документов, мы не сможем распутать этот узел. Гораздо яснее положение Льва Николаевича Гумилева, задерживаемого до 1956 года, в заключении. Он смог освободиться только после постановления 20-го съезда партии о культе личности и его вредных последствиях. Только тогда ослабла власть Андреева, который занимался делом Ахматовой с 1940 года. Ее сборник из шести книг забраковали тогда три секретаря ЦК – Жданов, Маленков и Андреев. Отличившись в 1946 году как отменный мракобес, Жданов умер в 1948. Маленков после смерти Сталина очень скоро оказался неудел. Остался один Андреев, бывший член Политбюро, член Президиума Верховного Совета СССР. Нет сомнения, что от него исходил запрет на пересмотр дела Гумилева. По всей вероятности, он никогда не мог забыть и простить оскорбительную страфу из стихотворения Мандельштама. Это видно из того, что как только прошел 20-й съезд, Гумилев был реабилитирован, но это не излечило его от болезненной и необоснованной обиды на мать. К дням его освобождения можно применить русскую пословицу, только перевернув ее наоборот. Не было б несчастья, да счастье помогло. Счастье заключалось в том, что в Омске работала так называемая Микояновская комиссия, созданная для ускорения пересмотра дел невинно осужденных. Такая комиссия освободила Льва Николаевича. Он явился в Москву, когда его дело еще лежало на столе у генерального прокурора Руденко и ждало его возвращения из Баку для оформления протеста. Кстати говоря, это обязанность протеста. Именно генерального прокурора тоже указывает на сложность политического положения и Анны Андреевны Ахматовой, и судьбы Николая Степановича Гумилева, и их сына Льва Николаевича. Двуступенчатость процесса его реабилитации окончательно укрепила его ложную уверенность в том, что он сам себя освободил. Я помню его непредвиденную реакцию на мою фразу «Лева, вас освободил двадцатый съезд. Ага, значит, мама вообще не подавала никакой просьбы», — скричал он почему-то пораженной моей фразой. Последовал такой бурный взрыв, что мне стала ясной невозможность сдвинуть его с этого места. Только иногда Лев избавлялся от этой навязчивой идеи и говорил о матери нормально, с нежностью и заботой, как относился к ней часто в молодости. Но самое печальное то, что этот легендарный образ дурной матери укрепился в воображении завсегдатаев около литературных кружков, да и чисто литературных. Этим удовлетворяется непреодолимая страсть к мелодраме, укоренившаяся в нашем обществе, как ни странно, именно теперь на фоне великих трагедий двадцатого века, пережитых и переживаемых нами до сего дня. Давайте избавим одного из лучших русских поэтов от этого слащавого жанра. Вернем Анне Ахматовой то, что принадлежит ей по праву, ее трагедийную музу и трагическую биографию. А Лев Гумилев, прожив после смерти матери четверть века в покое и на свободе с преданной ему женой Натальей Викторовной, создал несколько фундаментальных книг по истории России и Средней Азии. Их надо изучать, как и полагается в науке, без слезливости, восторженности или усмешек. Корни трагедии. В рукописном фонде Анны Андреевны Ахматовой, русская национальная библиотека, Санкт-Петербург, на полях черновика одной из ее статей о Пушкине притаились два стихотворных наброска. Тематически они не связаны с пушкинскими штудиями Анны Андреевны. Они принадлежат к числу так называемых «бродячих строчек», определения, часто встречающиеся в переписке Ахматовой и в письмах о русской поэзии Николая Гумилева. Ни для кого и ни для чего не предназначены, в сущности они являются дневниковыми записями. Отсутствие даты присутствия рифму такому толкованию не мешают. Время написания легко устанавливается по содержанию черновика основной пушкинской статьи. Это 1958-59 годы. А рифмы возникали легко у Ахматовой, писавшей стихи с 11 лет. Стихотворная форма точнее выражала ее сокровенное сознание, чем проза. Об этом часто говорила она сама и письменно, и устно. Оба наброска, двустрочный и шестистрочный, до сих пор не опубликованы. Первый, вероятно, отпугнул редакторов своей обнаженностью, второй — загадочностью. Не находя смысловой связи в шести строках, ранние обработчики фонда Ахматовой расчленили их на два стихотворения. Вслед за первыми редакторами эти стихи так и печатаются. Начальные четыре строки в одном издании, остальные — в другом. К тому же между этими двумя публикациями пролег промежуток в десять лет. Ясно, что оба наброска нуждаются в новом прочтении и в реальном комментарии. «Звон монет», — так начинает Ахматова, но строка обрывается и графически превращается в заголовок следующего двустишия. «И думы нет, и дома нет, и даже дыма нет». Оно выросло из рифмы «нет» к слову «монет», но наполненность его далеко оставляет позади формальную связь. Крайние выражения внутренней опустошенности соседствуют с признанием своего бытового неустройства. Как ни странно, но неуютная жизнь возникла из-за непривычной для Анны Андреевны относительной материальной обеспеченности. Это внесло новый элемент в ее отношения с домочадцами и близкими. «Звон монет» послышался после того, как Ахматова начала заниматься стихотворными переводами, а они-то и убивали творческую энергию поэта. Об этом Анна Андреевна не раз говорила с Лидией Корнеевной Чуковской. На вопрос, пишет ли она новые стихи, Анна Андреевна как-то ответила, «Конечно нет, переводы не дают. Лежишь и прикидываешь варианты. Какие стихи, что вы?» Этот разговор происходил в 1952 году, а когда Ахматова стала переводить еще более систематически и профессионально, она снова жаловалась Лидией Корнеевной. «Я себя чувствую каторжницей. Минут на двадцать взяла сегодня своего Пушкина дуэль и сразу отложила. Нельзя. Прогул совершаю». Это говорилось в 1958 году. 19 декабря — дата записи Лидии Корнеевной Чуковской. Приблизительно к этому времени я и приурочиваю обсуждаемые наброски. Как же проходили дни Анны Андреевны в эти годы? Каждый, кто встречал ее в последние десять лет жизни, помнит, что она жила на два города, естественно, на два дома. Возраст и болезни уже не позволяли ей селиться одной. Больше четырех месяцев подряд Анна Андреевна вообще не живала в Москве из-за чрезвычайно жестких правил прописки. Если квартира-съемщик отсутствовала сверх этого срока, милиция имела право его выписать, то есть лишить возможности жить в родном городе. Легко себе представить, как опасалась этого Анна Андреевна. На частые уговоры обменять свою ленинградскую комнату на московскую она отвечала с тоской, а где вы меня похороните? Она боялась остаться вне Питера не только при жизни, но и после смерти. Как мы помним, в любимом городе она жила вместе со своей падчерицей Ириной Николаевной Пуниной, ее дочерью Аней, Анной Генриховной Каминской. Обе они выросли на ее глазах. И в доме царил совсем другой тон, более фамильярный, чем на Ордынке, иногда слишком бесцеремонный. Но Анна Андреевна находила в этом свою прелесть. Ира — единственный человек, кроме Лева, конечно, который говорит мне ты, — нередко замечала она. А Лева все еще был в лагере, присылая оттуда матери трудные письма, не знаю, как назвать их иначе. Он вернулся в 1956 году до такой степени ощетинившейся против нее, что нельзя было вообразить, как они будут жить вместе. Оба были больны, обоим надо было лечиться, а Леве не терпелось строить себе новую свободную жизнь. Кончилось тем, что он жил один, на отлете. Его приходы вносили больше напряжения в эту странную семью. К сожалению, окружающие не старались смягчить это положение, напротив, только усиливали назревающий полный раздор. Долгое ожидание возврата сына, завершившееся так убого, одной из составляющих печального самораскрытия, и думы нет. Ясно, что тут подразумевается не вялость мысли, а нечто подобное жалобам библейского Иова. Думы мои достояния, сердце моего разбиты. Остановимся на третьем члене триады. И даже дыма нет. Не только дома, но и хозяйства нет. В русской деревне долго сохранялось старинное употребление слова «дым». Оно означало «двор», «тягло», «очаг». Другими словами в этой строке подразумевается «нет семьи». И это вносило в набросок дополнительную краску тоскливой заброшенности в эти слова. Свои бродячие строчки Ахматова на гора не выдавала, но то, что слышится в прикорнувшем на полях рукописи двустишии, вошло в законченное стихотворение, написанное тогда же. При жизни автора оно не было напечатано по цензурным соображениям. Но Анна Андреевна охотно читала его друзьям. Я даже помню, как остро я восприняла стих «Разве этим развеешь обиду?» Вероятно, из-за гармонического движения в нем гласных, да и согласных. Разве развеешь? Перечтем это стихотворение целиком. «Вижу я, лебедь тешится моя, Пушкин». Ты напрасно мне под ноги мечешь И величие, и славу, и власть. Знаешь сам, что не этим излечишь Песнопение светлую страсть. Разве этим развеешь обиду? Или с золотом лечат тоску? Может быть, я и сдамся для виду? Не притронусь я дулом к виску. Смерть стоит все равно у порога. Ты гони ее или зови, А за нею темнеет дорога, По которой ползла я в крови. А за нею десятилетия, скуки, страха И той пустоты, О которой могла бы пропеть я, Да боюсь, что расплачешься ты. Что ж, прощай, я живу не в пустыне. Ночь со мной, всегдашняя Русь. Так спаси же меня от гордыни. В остальном я сама разберусь. 9 апреля 1958-го В этом стихотворе немного ремнисценций. В пору размышлений над восьмой главой Онегина Ахматова останавливается на остроках. А перед ним воображение. Свой пестрый мечет фараон. Она старалась припомнить, где же у Пушкина попадается это выражение. Нашла. 5 ноября 1830-го года Пушкин писал Вяземскому о злободневных политических событиях. «Мечут нам чистый баламут, а мы еще понтируем». Вот и появилось у Ахматовой выражение. «Под ноги мечешь». В той же ее первой страфе обнаруживается еще один источник, вернее, самоповторение, восходящее к молитве 15-летнего Лермонтова. «От страшной жажды песнопения пускай, Творец, освобожусь, тогда на тесный путь спасения к тебе я снова обращусь». У Ахматовой стихотворение 1913-го года «Я так молилась, утоли глухую жажду песнопения». В нашем стихотворении песнопение светлую страсть. Интересный источник Ахматовской строки «Не притронусь я дулом к виску» указан Кралиным в уже упоминавшемся двухтомнике издательства «Правда», том 1-й, страница 421-я. «Обиду стерла кровь, и ты, ты думаешь, по нем вздыхая, что я приставлю дуло, я, к виску». Это строки из стихотворения акмииста Нарбута «Самоубийца». Нарбут, плоть, Одесса, 1920-й. В издании 19-го года под тем же заглавием напечатано по рукописи совсем другое стихотворение. Наконец, Ахматовская «Ночь со мной» корреспондирует с герценовской главой из «Былова и Дум». «Океано Нокс» встает из «Океана ночь». Что же остается своего, несмываемого Ахматовского в этом законченном стихотворении? Всегдашняя Русь, как оплот и гордыня, как непобежденная греховность. Эти прояснившиеся реминесценции помогут нам разгадать ребус второго черновика, набросанного на обороте того же листа из пушкинской рукописи Ахматовой. «Не с тобой мне есть угощенье, не тебя мне просить о прощенье, не тебе я в ноги валюсь, не тебя по ночам боюсь», — зазвонили в угличе рано. «У царевича в сердце рано». «Какие подземные воды вынесли на поверхность эти строки, я догадалась сразу, но я молчала, одними догадками никого ни в чем не убедишь. Однако не так давно моя тайная версия получила неожиданное подспорье. Оказалось, что в собрании коллекционера Лесмана хранилось еще много неопубликованных набросков Анны Андреевны. Их подверг анализу Тименчик в статье «Страница черновиков Анны Ахматовой». Несмотря на чисто случайные соединения в одном месте разрозненных листков, Тименчик сумел наметить в этих бродячих строчках основные темы, характерные для последнего творческого периода Ахматовой. Тут мотивы для незавершенной пьесы и новые ходы для поэма «Без героя» и тема сына, тишина заполярных нар, попавшая в отделанном виде в стихотворение «Немного географии» и память о Древней Руси. Но центральное место в этих набросках по верному наблюдению Тименчика занимает кружение вокруг двух лирических циклов «Чинквя» и «Шиповник цветет». Известно, что они посвящены одному и тому же лицу и связаны определенным сюжетом. Речь идет о встрече в 1945 году с приехавшим в Ленинград из Англии философом сэром Исаием Берлиным и об отказе Анны Андреевны встретиться с ним в 1956 году, когда он вторично приехал в Советский Союз. Очевидно, к тому же сюжету относится и наш второй набросок, связанный с лесмановскими строчками, разнообразными перекличками. Выделим их. Для строки «Не с тобой мне есть угощение» находится аналог в вычеркнутой строфе из третьего стихотворения цикла «Шиповник цветет». Мы с тобою, друг мой, не разделим то, что разделить велел нам Бог. Мы с тобою скатерть не расстелим, не поставим на нее пирог. Следующая строка наброска «Не тебя мне просить о прощении» рифмует с бродячими строчками из лесмановского собрания. И я поняла, это даже не мщение, а просто он молит, он просит прощения. Тема его вины окрашивает также одиннадцатое стихотворение из «Шиповника» «Ты знаешь, что тебе простили». Однако остановиться на этом мотиве Ахматова не может. Вина остается в этом сюжете, но в новом варианте она падает на другой персонаж, на нее. Все. Прощенье ли услышать ожидала? Прощанье ли вставала перед ней? Но нет, она перед ним не виновата. «Не тебя я когда-то губила». Как в предыдущем наброске доминировала рифма «нет, нет, нет», так и в шестистиши слышится внутренний диалог, построенный на отрицание «не». Он не друг и не враг и не демон. Вина есть у героини, но не перед ним, не тебе я в ноги валюсь, не тебя по ночам боюсь. Перед кем же такая страшная вина? У царевича в сердце рана. Убиенный по преданию в угличе царевич Дмитрий Иванович был виноват только в том, что он родился. Сын Иоанна Грозного не должен был существовать на земле. Он мешал другим претендентам на русский престол. Таким же безвинным страдальцем стал в том же девятилетнем возрасте сын Анны Ахматовой и расстрелянного поэта Николая Гумилева. Он был обречен на несчастье самим фактом своего рождения и оказался центральной фигурой в трагической развязке остросюжетного конфликта. Как ни странно, лучше всех катастрофичность его судьбы выразила Марина Цветаева в экзальтированных строках из цикла стихи Кахматовой. Они были написаны в 1916 году, следовательно, задолго до расстрела Гумилева. Но как часто поэты бывают правы в своих прозрениях. Я никогда не любила стихотворения «Имя ребенка Лев» из-за напряженной приподнятости тона этой осанны маленькому царю. Цветаева оказалась пророчицей, сказав «Страшное наследие тебе нести». Но она же и надеется на его спасение в очень вольно выраженных молитвенных словах. Бог внимательней за ним присматривай, царский сын гадательный остальных сынов. Но почему он оказался ключевой фигурой во внутренней борьбе Ахматовой? Речь идет во всех набросках, как и в цикле «Чинкви» и «Шиповник», о встречах с замужским гостем, оставивших сильный след в творческом сознании Ахматовой. Зачем же вторгается в старинный спор двух-третий? То он в сумраке прогнивших нар, то в отзвуке давно погибших звонниц, то спускаясь опять по каменным ступеням древним, как сражение на Дону. Словом, в лесмановских черновиках проступает еще одна сквозная черта, так или иначе адресованная пришельцу из Европы. Это мотивы всегдашней Руси. Наблюдение Тименчика согласуется с появлением одного из самых безответных героев русской истории, Дмитрия Царевича. Тут нам пора перейти из области поэтических видений к тьме низких истин. Обратимся к воспоминаниям сэра Исаи Берлина. В главе, повествующей о ленинградских встречах и московской невстрече его с Ахматовой, он описывает события в трезвых будничных тонах. Это-то нам и нужно. В следующий приезд в Советский Союз в 1956 году я не виделся с ней, пишет Берлин. Пастернак сказал, что хотя Ахматова и хочет меня видеть, но ее сын, который был вновь арестован вскоре после нашей встречи, только недавно вышел из заключения, и свидания с иностранцами были ей сейчас не кстати, особенно потому, что она приписывала яростные нападки партии на себя, по крайней мере частично, моему посещению в 1954 году. Пастернак сказал, что сомневается, что мой визит причинил ей какой-то вред, но так как она очевидно считает, что это так, ей посоветовали избегать компрометирующих связей, она не может встретиться со мной. Цитирую по переводу Наймана, напечатанному в его книге рассказы о Анне Ахматовой, Москва, 1989, страница 262. Так и кажется, что разговор вели между собой не поэт и философ, какими мы привыкли считать носителей названных имен, а два респектабельных джентльмена. Да и то сказать, дружеская услуга, оказываемая Борисом Леонидовичем Анне Андреевне, ставила его в неловкое положение. Не менее неловко должен был чувствовать себя джентльмен, которому дома отказывают в приеме. Тем более, что тут была замешана политика, совершенно фантастическая в глазах гражданина одного из самых правовых государств в Европе. Оба собеседника забыли о собственных наблюдениях над советской жизнью, в которой так явственно угадывали присутствие иррационального начала. Но тут верное чувство истории им изменило, и они искали здравого смысла там, где его никогда не было и быть не могло. Вероятно, я удивлю сэра Исайю Берлина, если сообщу, что Леву очень жестко допрашивали о визите заморского дипломата к его матушке. В первые дни после возвращения, когда все в его сознание ходило ходуном, Лева не мог связно рассказывать о всем перенесенном за эти годы. Тем больше веры вызывали слова, вырывающиеся у него бесконтрольно. Так, например, его мучило, что он отозвался пренебрежительно об Анне Андреевне в связи с вопросом о злополучном визите. Мама стала жертвой своего тщеславия. В другую минуту он вспоминал с надрывом, что должен был отвечать за пепел сожженных бумаг, лежащий в пепельницах. «Что она жгла?» спрашивали его. А это были всем известные сожженные записочки, на которых Анна Андреевна записывала зловещие новости, справедливо боясь подслушивающего аппарата, не замечая, как выдают ее эти сожженные бумажки, найденные очередным стукачом после ухода от Ахматовой кого-нибудь из ее близких друзей. Однажды Лев невольно вспомнил, как следователь, схватив его за волосы, бил головой о крепкую стену Лефортовской тюрьмы, требуя его признания о шпионской деятельности Ахматовой в пользу Англии. Слова следователя он не передавал мне с такой точностью, но совсем на днях, февраль 1995-го, я прочла сообщение Олега Калугина, где об этой версии КГБ говорится без обиняков. Постепенно Лева отходил от политической стороны своей судьбы и переводил свои отношения с матерью в бытовой психологический план, при этом очень банальный. Помню, как редко плачущая Анна Андреевна прослезилась, жестоко уязвленная моим неосторожным рассказом. Речь шла о его стремительном ухаживании за одной из приятельниц Анны Андреевны, которой он жаловался. Мама не любила папу, и ее нелюбовь перешла на меня. Он торгует нами, вскричала в слезах пораженная Ахматова. Да, конечно, узнать из достоверного источника об отношениях знаменитых поэтов Ахматова и Гумилева было жгуче интересно и повышало шансы их влюбленного сына на внимание дамы. Потому-то она и рассказывала мне об этих беседах. Анну Андреевну угнетало это сознательное снижение масштаба ее общей судьбы с сыном. Ее поражал, появившись у него, крайний эгоцентризм. «Он провалился в себя», замечала она, «или ничего, ничего не осталось, одна передоновщина». Она убежденно говорила, что он таким не был. «Это мне его таким сделали». Но откуда же эта сильная нота вины? Тебе я в ноги валюсь, тебя по ночам боюсь. Выслушивая не один раз тяжкие размышления Анны Андреевны о Леве, я не отдавала себе отчета, а, может быть, и не знала, что у нее были реальные возможности уехать из России вскоре после казни Николая Степановича Гумилева. «А что бы было, если бы он воспитывался за границей?» часто спрашивала она себя. Он знал бы несколько языков, работал на раскопках с Ростовцевым, перед ним открылась бы дорога ученого, к которой он был предназначен. Имеются два документа, где прямо говорится о ее намерениях эмигрировать. Так Вейдли рассказывал о встрече с Ахматовой перед своим отъездом навсегда из России. Анна Андреевна просила меня навести в Парижской русской гимназии справки насчет условий, на которых приняли бы туда ее сына, если бы она решилась отправить его в Париж. Сама она никуда не собиралась. Вейдли вспоминала об этом разговоре уже после кончины Ахматовой, когда ее отрицательное отношение к эмиграции было широко известно по ее стихам и поведению. Но вот в другом документе, написанном в 1926 году, отражено уже прямое намерение Анны Андреевны уехать, имея в виду письмо Марины Цветаевой из Бельвю от 26 ноября 1926 года. Пишу вам по радостному поводу вашего приезда. Хочу знать, одна ли вы едете или с семьей, мать, сын. Но как бы вы ни ехали, езжайте смело, переборите аграфию и напишите мне тотчас же, когда одна или с семьей решение или мечта. Знайте, что буду встречать вас на вокзале. Вот это была единственная возможность спасти Леву. Многие матери покидают родную страну, чтобы избавить своих детей от преследований. Но отказаться от своего призвания Анна Ахматова не могла. Долг матери столкнулся с долгом поэта. Вот где было заложено начало настоящей, невыдуманной трагедии. Это предрешило трудную судьбу Льва Николаевича Гумилева. Сентябрь 1995. Решающее письмо. Любое впервые публикуемое письмо выдающегося поэта имеет важное значение для истории литературы. Но это письмо особенное. Оставаясь неизвестным, оно, тем не менее, служило источником драматических переживаний Льва Гумилева. Он подозревал мать, что она, минуя высокие инстанции, обратилась прямо к прокуратуру СССР, что в своей просьбе она не заявляла о его невиновности. В конце концов, он пришел к выводу, что никакого ходатайства об его освобождении Ахматова вообще никуда не подавало. В более ранней статье «Мемуары и факты об освобождении Льва Гумилева «Горизонт» 1989, номер 6, я упоминала о предполагаемой причине задержки пересмотра его дела. На это мне намекнули в военной прокуратуре, куда я ходила по доверенности Анны Андреевны. С начала 1955 года там находилось под особым контролем письмо Эренбурга на имя Хрущева по тому же делу, но год назад Ахматова уже получила отказ из прокуратуры СССР в ответ на ее письмо к председателю Президиума Верховного Совета СССР Ворошилову. Этот-то отказ и мешал военной прокуратуре проверять дело Льва Гумилева. Только сегодня мы можем ознакомиться с текстом и судьбой письма Ахматовой и с пространной мотивировкой отказа, подписанного генеральным прокурором Руденко. Архитектор Руднев Климу Ворошилову. 624 К.13 10 февраля 1954 Многоуважаемый Клемент Ефремович Поэт Анна Ахматова очень тяжело переживает разлуку со своим единственным сыном историком, находящимся в лагере уже пятый год. И это нехорошо отражается на ее творческой работе. Я вас очень прошу, я вас прошу, Клемент Ефремович, помочь в горе поэту Ахматовой. Уважающий вас архитектор Руднев 5 февраля 1954 Ахматова Ворошилову 625 дробь 1 10 февраля 1954 Руденко Р.А. Прошу рассмотреть и помочь К. Ворошилов 12 февраля 1954 Глубоко уважаемый Клемент Ефремович, умоляю вас спасти моего единственного сына, который находится в исправительно-трудовом лагере Омск, почтовый ящик 125 и стал там инвалидом. Лев Николаевич Гумилев 1912 года рождения был арестован в Ленинграде 6 ноября 1949 органами МГБ и приговорен особым совещанием к 10 годам заключения в ИТЛ. Ни одно из предъявленных ему на следствие обвинений не подтвердилось. Он писал мне об этом. Однако особое совещание нашло возможным осудить его. Сын мой отбывает срок наказания вторично. В марте 1938 года, когда он был студентом 4 курса исторического факультета Ленинградского университета, он был арестован органами МВД и осужден особым совещанием на 5 лет. Этот срок наказания он отбыл в Норильске. По окончании срока он работал в качестве вольнонаемного в Туруханске. В 1944 году, после его настойчивых просьб, он был отпущен на фронт добровольцем. Он служил в рядах советской армии солдатом, участвовал в штурме Берлина, имел медаль за взятие Берлина. После победы он вернулся в Ленинград, где в короткий срок окончил университет и защитил кандидатскую диссертацию. С 1949 года служил в этнографическом музее в Ленинграде в качестве старшего научного сотрудника. О том, какую ценность для советско-исторической науки представляет его научная деятельность, можно справиться у его учителей, директора государственного Эрмитажа Артамонова и профессора Кюнера. Сыну моему теперь 41 год, и он мог бы еще потрудиться на благо своей родины, занимаясь любимым делом. Дорогой Климент Ефремович, помогите нам. До самого последнего времени я, несмотря на свое горе, была еще в состоянии работать. Я перевела для юбилейного издания сочинения Виктора Гюго драму «Марьон де Лорм» и две поэмы великого китайского поэта Цюй Юаня. Но чувствую, что силы меня покидают. Мне больше 60 лет, я перенесла тяжелый инфаркт, отчаяние меня разрушает. Единственное, что могло бы поддержать мои силы, это возвращение моего сына, страдающего, я уверена в этом, без вины. Анна Ахматова 8 февраля 1954-го. Ахматова Анна Андреевна, Ленинград, улица Красной Конницы, дом 4, квартира 3, телефон А2-13-42, Москва, Большая Ордынка, дом 17, квартира писателя В.Е. Ардова, номер 13, телефон В1-25-33. Копия с резолюции товарища Ворошилова направлена товарищу Руденко. 12 февраля 1954-го. Подпись. Снята одна копия 12 февраля 1954-го года. Секретно. Экземпляр номер такой-то. 6 июля 1954-го. Номер 2-6 543-49 053-5 54-45. Генеральный прокурор Союза СССР. Москва, Пушкинская, 15-А. Председателю Президиума Верховного Совета СССР товарищу Ворошилову. Произведенной проверкой по обвинению Гумилева Льва Николаевича установлено, что он 13 сентября 1950-го года бывшим особым совещанием при МГБ СССР был осужден за принадлежность к антисоветской группе террористические намерения и антисоветскую агитацию к заключению в исправительно-трудовой лагерь сроком на 10 лет. Ранее 26 июля 1939 года он был осужден особым совещанием при НКВД СССР за участие в 1937 году в антисоветской группе к заключению в исправительно-трудовой лагерь сроком на 5 лет. Наследствие в 1949-1950 годах Гумилев показал, что антисоветские взгляды у него возникали еще в 1933 году под влиянием антисоветски настроенных поэта Мандельштама и отчима Гумилева Пунина. Он и Пунин сгруппировали вокруг себя единомышленников в лице студентов Борина, Полякова, Махаева и к 1934 году у них сложилась антисоветская группа. Практически они на его Гумилева квартире неоднократно высказывали различные клеветнические измышления в отношении руководителей партии и правительства, охаивали условия жизни в Советском Союзе, обсуждали методы борьбы против советской власти и вопрос о возможности применения террора в борьбе против советского правительства, читали стихи контрреволюционного содержания. Он, Гумилев, читал сочиненный им в связи с убийством Кирова такого же характера пасквиль Экабатава, в котором возводил гнусную клевету на Сталина и Кирова. Он же высказывался за необходимость установления в СССР монархических порядков. По поводу антисоветской деятельности в период 1945-48 гг. Гумилев показал, что после освобождения его из места заключения в 1944 году его взгляды оставались враждебными советской власти. Он клеветал на карательную политику советской власти и в антисоветском духе высказывался в отношении отдельных мероприятий ВКПБ и советского правительства. Так, после опубликования постановления ЦК ВКПБ о журналах «Звезда» и «Ленинград», он осуждал это постановление, заявлял, что в Советском Союзе нет свободы печати, что настоящему писателю делать нечего, ибо нужно писать так, как приказывают, по стандарту. Факты антисоветской деятельности Гумилева, изложенные в его показаниях, подтверждаются показаниями Пунина, Борина, Полякова, Махаева, Мандельштама и Шумовского. В 1951 году Гумилев обращался с просьбой пересмотреть решение по его делу, указывая, что его осуждение явилось результатом отрицательного отношения к его матери, поэтессе Ахматовой, а также отрицательного отношения к нему, как к молодому ученому востоковеду. В пересмотре решения особого совещания главным военным прокурором Гумилеву было отказано. Ахматова в жалобе на ваше имя написала, что предъявленное Гумилеву обвинение на следствии не подтвердилось, однако это ее утверждение не соответствует действительности. Исходя из того, что Гумилев осужден был правильно, Центральная комиссия по пересмотру уголовных дел 14 июня 1954 года приняла решение отказать Ахматовой в ее ходатайстве о пересмотре решения особого совещания при МГБ СССР от 13 сентября 1950 года по делу ее сына Гумилева Льва Николаевича. Действительный государственный советник юстиции подпись Руденко. К этим уникальным документам можно прибавить последнюю официальную бумагу по этому делу, уже печатавшуюся мною. Повторим ее, чтобы наглядно убедиться, как тот же генеральный прокурор Руденко признал осуждение Гумилева необоснованным. Для такого поворота на 90 градусов понадобился оглушительный доклад Никита Сергеевич Хрущева на 20 съезде 1956 года. Прокуратура Союза Советских Социалистических Республик Главная военная прокуратура 30 июля 1956 года. Двенадцатая номер 543-49 Москва Центр улица Кирова 41 Гражданки Герштейн Эмми Григорьевне Москва Б-93 Большая Серпуховская дом 27 квартира 67 Для гражданки Ахматовой Сообщаю Двенадцатая 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 Отменено Отменено И дело на него За отсутствием состава преступления Прекращено Военный прокурор Отдела ГВП Подполковник Юстиции П.П. Караскуа Помимо Прямого Содержания Этого Крайне Небрежно Составленного Обвинения Внимание Останавливается На датах Прохождения По инстанциям Приведенной Переписки Архитектор Руднев Написал Свою Сопроводительную Записку К Ворошилову 5 Февраля 1954 Года Письмо Ахматовой Написано 8 Февраля В секретариате Президиума Оно зарегистрировано 10 Февраля А резолюция Ворошилова В верхнем Левом углу Письма Ахматовой Начертана 12 Февраля Возможно Что Ворошилов Использовал Этот Двухдневный Промежуток Для получения Инструкции Хрущева Как быть с Ахматовой Имя которой Продолжало быть Одиозным Кстати говоря Анна Андреевна Догадавшись О подобной Заминке Вскоре имела Случай убедиться В правильности Своей догадки 1954 года На встрече Писателей Зощенко И Ахматовой С оксфордскими Студентами Сидевший Рядом с ней Партийный Литературный Критик Дымшиц Успел Шепнуть ей Что разгромное Постановление 1946 года Сохраняет Свою полную Политическую Силу Я помню Как сокрушалась Тогда Анна Андреевна Из-за того Что не могла Предупредить Об этом Михаил Михайловича Он был отделен От нее сидящими В том же ряду Другими Сановными Писателями Нельзя же было К нему подойти На виду У всей публики Дата письма Руденко Свидетельствует О ничтожном Влиянии Ворошилова На действовавшую Тогда администрацию Несмотря на Начальственный тон Резолюции Председателя Верховного Совета Генеральный прокурор Отвечает ему Лишь 5 июля 1954 года То есть 5 месяцев Спустя Что касается Существа Расширенного Постановления Прокуратуры СССР О деле Гумилева То оно Интересно Как образец Сочинений Подобного рода Документов Так говоря о том Что после возвращения Из первого лагеря В 1944 году Гумилев Сохранял Враждебное настроение Против советской власти Они перевирают Дату его освобождения Он вышел Из первого лагеря В 1943 году А главное Умалчивают О его добровольном Участии В Великой Отечественной Войне В 1944-45 годах Уверяют Что у себя На квартире Он произносил Перед студентами Контрреволюционные речи И так далее Но у Льва Николаевича Не было своей квартиры Он жил вместе С матерью У Пунина И лишь С 1936 года Ночевал У своего приятеля Акселя Иными словами Он ушел Из дома Пунина Непосредственно После первого ареста В 1935 году Когда Пунин Тоже был арестован Но оба были выпущены Сталиным Подробно об этом Говорилось В публикации В девятой книге Знамени Об этом важнейшем эпизоде В отказе генерального прокурора Вообще Не сказано ни слова Но о показаниях Пунина Против Гумилёва Здесь говорится Пути их вновь Вскрестились в тюрьме Только в 1949 году Когда Гумилёва Взяли в третий раз А Пунина Во второй За два месяца До Лёвы Тогда он был уже Постаревшим Полуслепым человеком В тот август Пуниных не было В городе Анна Андреевна Николай Николаевич Оставались почти одни В квартире Пунин предчувствовал Или ждал ареста Он говорил Анне Андреевне Они прячутся За деревьями Спускаясь уже Под конвоем По лестнице Он произносил Тоскливо Акума Акума Так рассказывала Мне Анна Андреевна Она тяжело Переживала арест Пунина Жалея его Дополнительную тяжесть Приносила ей Явная напряженность В отношениях Между сыном и Пуниным Возникшую уже После первого ареста Очевидно Какие-то основания Были Если в решении Прокуратуры Глухо сказано О показаниях Пунина Против Левы Но еще более Тягостное впечатление Производит Упоминание О Мандельштаме Тоже свидетельствовавшем Против Льва Очевидно Тут имелись в виду Показания Осипа Эмилича При его первом аресте За политическую Сатиру на Сталина Среди благосклонных Слушателей Этого стихотворения Мандельштам Называл Льва Гумилева Одобрил вещь Неопределенной Эмоциональным выражением Вроде Здорово В перечислении Левиных преступлений Мне Представляется Чистейшей выдумкой Указания на его разговоры О свободе печати О положении писателя И особенно О постановлении 1946 года Лева клятвенно Уверял меня И очень этим гордился Что ни разу Ни с кем Никогда Ни слова Не произнес Об этом Злосчастном постановлении А о литературе Он мало беспокоился Все его помыслы Были обращены На науку Как бы то ни было Публикуемые здесь документы Имеют первостепенное значение Помимо несомненного Исторического интереса Они ставят точку На одной из центральных проблем Биографии Ахматовой Обвинения ее В бездействии В пору заключения сына Беспочвенные Спасти его Было Не в ее возможностях Хлопоты о нем Она начала Именно так Как ей указывал Лев Не подозревавший Вернее Нарочито забывавший О ее шатком Общественном И политическом положении Теперь я надеюсь Этот вопрос Не будет больше Ставиться В биографической Литературе Об Анне Андреевне Ахматовой Мне как Исследователю Дает огромное Удовлетворение Само появление Таких Завершающих И разъясняющих Откликов На мою работу К их числу Принадлежит И небольшой Мемуарный фрагмент Вызванный К жизни Другой главой Из той же Моей статьи В девятой Книге Знамени За минувший Год Речь идет В ней О сложных И отчасти Загадочных Взаимоотношениях Сталина И Бориса Пастернака Я соединяю В одну линию Несколько известных Разрозненных Фактов В частности Это позволило Мне по-новому Осветить смысл Телефонного разговора Сталина с Борисом Леонидовичем По поводу Ареста Мандельштама Напомню Что Началом Намеченной Мною линии Я считаю Трагический эпизод 1932 года Убийство Или самоубийство Аллилуевой Жены Сталина Тогда Пастернак К общему Соболезнующему Письму писателей Добавил в свою Отдельную записку Обращенную к Сталину Не как к политическому Лидеру А как к страдающему Человеку В нашей литературе Существует Несколько толкований Этого Неповторимого По стилю и содержанию Маленького послания Однако Мне не встречалось В этих обсуждениях Признания о возможном Влиянии Этой записки На позднейшие случаи Общения Пастернака Со Сталиным Но и тут Ко мне пришел Ободряющий отклик На выдвинутую Мною версию Он заключен В дружеском письме Ко мне Татьяна Максимовна Литвиновой Дочери бывшего Наркома Иностранных дел Переводчица И художница Жена скульптора Сулонима Она естественно Была хорошо знакома С Эренбургом Бывала в их доме Она передает Свой разговор С писателем О характере Заочных взаимоотношений Сталина и Пастернака Разговор шел В пору Преследования Пастернака За роман Доктор Живаго С разрешения Литвиновой Привожу выдержку Из ее письма От 29 декабря 1995 года О Пастернаке Эренбург как-то Когда мы обсуждали Отчего же Его не посадили Говорил мне Что у самого Бориса Леонидовича Была теория Что чекисты Не могли поверить Что он давно Не сидит И что Пастернак Живет в Переделкине Не тот Пастернак Что давно Ими сгноен На самом деле Сказал Эренбург Дело может быть Вот в чем И рассказал мне Об Аллилуевском письме Аллилуйя Но у меня От его рассказа Сложилось впечатление Что это была Не приписка А длинное Пастернаковско-муторное Добухаринское Письмо И что в его Описаниях Своих Бессонных Размышлений Фигурировало Как основная мысль Как должен чувствовать Личную трагедию Над личный Человек-вождь Главное же Что утверждал Эренбург Что это письмо Лежало Будто бы Под стеклом Письменного стола В кабинете Сталина И что Будто этого Было достаточно Для тонкашеих Не трогать Пастернака Так ли все это Фактически Не знаю Но что психология Холуев такова Свидетельствую Когда папу Выводили Из состава ЦК Сорок второй год С какими-то Вздорными Обвинениями Он был в зале Колонном Нет вероятно А вся когорта Во главе со Сталином В президиуме Папа вскочил И закричал Вы меня за врага Народа считаете Сталин уже встал Из-за стола И направлялся к кулисам Вся гусеница За ним Он повернулся В полоборота С трубкой в руках И ответил Медленно Раздумчиво Мне кажется Из папиного рассказа Мы вас за врага народа Насшитаем Вот эти золотые слова На несколько лет служили В глазах тонкашея Как бы индульгенции Не считать Не сажать Так же Если это было так На них должен был бы влиять Факт письма Под стеклом Дело не в том Лежало ли письмо Пастернака На письменном столе Сталина Под стеклом А в том Что в кругах Близких к власти Такое предположение Существовало Исторического значения Этот эпизод Вероятно не имеет Но психологически Весьма значителен В этой связи Татьяна Максимовна Продолжает Еще к пастернаку Когда я в дневнике Корнея Ивановича Читала Об их То есть Щуковского И пастернака Искренней любви К вурдалаку Я подумала Ведь это истерика И еще что Подо всем этим Все же был и страх Страх божий Сушу по себе По своему впечатлению Когда единственный раз Слышала и видела Сталина Выступавшего на съезде 1936-й Под вопросом По поводу Конституции Я его Обожала Власть Всевластность Желание броситься Под колесницу Джаггернаута Отец Бог Полюби меня Моя регулярная переписка С Львом Гумилевым Возобновилась Осенью 1954 года По окончании войны Я с ним встречалась редко А после его ареста В 1949 году Ограничивалась Организационной помощью Анне Андреевне Собирая и отвозя По пригородным почтам Ее посылки сыну В лагерь Вначале В Карагандинскую область Карабас Чурбай-Нуринское Почтовое отделение Затем В Кемеровскую область И наконец В лагерь Под Омском Где он оставался До своего освобождения В 1956 году Вот его письма Полученные мной С 1954 По 1956 год 14 сентября 1954 Спасибо, милая Эмма За письмо Очень приятный сюрприз Продукты в посылках Обаятельные Доходят вполне исправно Из банок Я пью чай Как из стакана Благодарю вас За вашу милую Заботливость обо мне Хотя удивлен Как вам и маме Не надоело Мое вечное неблагополучие Мне самому Надоело настолько Что я перестал Даже расстраиваться А тем паче Заботиться о себе Живу одним днем Как мотылек И стараюсь Извлекать Из созерцательной жизни Приятные впечатления Влюбился я В сочинение Советского писателя Пришвина Которого прислали К нам в библиотеку Удивительно Он врачует душу Я стал совсем старый Седобородый Скоро из меня Посыпется песок Но зато я стал Мудр и успокоен Как бронзовая статуэтка Вам это смешно Покажется Вы привыкли Видеть меня Экспансивным Еще раз благодарю вас За письмо И за хлопоты Целую Ваши ручки Леон 7 декабря 54 года Нилая Эмма Простите Что я не сразу Отвечаю На ваше милое Приветливое письмо Я был очень тронут Вашим желанием Приехать Повидать меня Но к сожалению Это невозможно Только родители Дети И зарегистрированные Жены Имеют право На свидание Так что Ко мне Может приехать Только мама Но поднимать Маму на такую дорогу Без ночлега В Омске Ради двух часов Невозможно Кроме того Мой внешний вид Только расстроит ее Поэтому я решил Не тревожить ее Понапрасну Вам я очень благодарен За внимание И доброту ко мне Ваше чувство И письмо Тем более ценно Что скорее всего Мы не увидимся Здоровье мое Неуклонно слабеет И до конца Я не вытяну Несмотря на любую медицину Да и пора Довольно мучиться Надоело Целую ваши милые руки Искренне и нежно Леон 22 декабря 1954 года Телеграмма Напомните маме Обо мне Похлопотать Лева Ответная телеграмма Была послана 23 декабря 1954 года Помним Постарайтесь Сохранять спокойствие Это самое главное Эмма 15 января 1955 года Дорогая Эмма Я получил Ваше милое письмо И телеграмму И сегодня вечером Получу вами Составленную посылку Милая Эмма Ваше внимание И расположение ко мне Выше всех возможных восторгов От этого мне значительно легче дышать Получил я и мамину открытку От которой весьма повеселел Не то чтобы я начал строить планы на жизнь Хватит с меня разочарований Но приятно признание моих Научных заслуг и возможностей В остальном я живу по-прежнему Но всякую приятность Приму с радостью Здоровье мое поправляется Операция прошла благополучно Ибо хирург у нас мастер Если на меня не свалится Опять непосильные труды Надеюсь, что мое физическое состояние Стабилизируется Как там фигуряет мама? Я ей написал огромное письмище Но она, возможно, не скоро вернется домой Значит, не скоро его получит Поцелуйте ее от моего имени И велите написать открытку Я вошел во вкус Эпистолярного стиля Как будто за последний год Жить стало легче и веселее Мне многие знакомые написали Эмма, милая, пишите иногда Мне очень это радостно С вами у меня связаны Исключительно приятные ассоциации Теперь я сет и бродат Меня называют батя Но душа здесь не развивается И душой я в том возрасте В котором был пять лет тому назад Целую ваши ручки, дорогая Леон 8 марта 1955 года Дорогая Эмма Как я на вас сердит Зачем было говорить маме Про мои болезни? Хотел было не писать вам Но потом сообразил Что вы одна из немногих В мире моих знакомых Не причинивших мне зла Теперь, когда жизнь на исходе Я стараюсь вспомнить все хорошее И тогда неизбежно вспоминаю вас Простите за корявость почерка Я надорвался вчера При подъеме тяжести И лежу опять в больнице Причем движением моим Соответствует некая специфическая Грация, отражающаяся на почерке В вашем письме ко мне Ничего не было про маму Как она себя чувствует Как выглядит и тому подобное Мамин эпистолярный стиль Несколько похож на издевательство Но знаю, что это неумышленно Вернее, просто недостаток Внимания ко мне Вы человек тонкий Наблюдательный Нормальный И я был бы весьма вам признателен За некую консультацию Касательно мамы Что она меня любит, я знаю Но в понятие любовь Вкладывается столь разнообразное содержание Что сказать любит слишком мало Она настолько держит меня В невидении относительно Своего быта Положения Время провождения И тому подобное Что я начал просто теряться Все-таки я полагаю Что одна посылка в месяц Не покрывает всего долга матери Перед гибнущим сыном И это не значит Что мне нужно две посылки Вы можете заметить Что я чувствую себя Несколько обиженным Невнимательным обращением Со мной Например, сообщая мне О заявлении Академика Струве Мама не написала ничего По поводу содержания его И тому подобное Эмма, милая, объясните мне Стоит ли обижаться И действительно ли я Остался в маминой памяти Как отдаленная ассоциация Идей и рефлексов Или у нее есть Добрая воля к активной помощи А ламентации По поводу моего здоровья Меня просто бесит Пора понять Что я не в санатории Хотя условия сейчас Очень улучшились Но подавленность настроения Остается прежней Отсюда вытекает И несопротивляемость организма Нельзя жить без радости Она как витамин У меня возникает иногда Подозрение, что мама Любит меня по инерции Что она отвыкла По-женски от меня Ибо давлеет гнев И злоба Я не могу забыть Как трудно было найти Тон для общения В сорок пятом году И своего недоумения Также не могу забыть А сейчас За последнее время Я душой чувствую Какую-то пустоту Усугубленное одиночество Ну, я думаю Вы меня поняли И надеюсь Ответите И уповаю Не введете меня В заблуждение сознательно Это было бы Псевдогуманно И очень дурно По существу Пришли за письмами Надо кончать Чтобы успеть Отправить Целую ваши ручки Дорогая Больше не сижу На вас И жду ответа Эл Тут у вас Один омский поэт Делал доклад О съезде Это был Сергей Павлович Залыгин Я задал ему вопрос О маме Он сказал Что она в творческом подъеме И что к ней Приезжали английские студенты Справляться о здоровье А я об ней знаю только Что ей нравятся Корейские стихи Семнадцатого века И что она ходит Платить за телефон Ахматова Делилась с сыном Подробностями своей жизни В частности Сообщала о своих переводах Из корейских поэтов Смотри корейская Классическая поэзия И перевод Ахматова И Москва Гихл 1956 Даже о материальном Ее положении Я ничего не знаю Согласитесь Что это жестоковато А мне и без того кисло Жду ответа Эл 25 марта 1955 года Эмма Дорогая Простите меня Что я немножко Сердился на вас Я был полностью неправ А вы поступили как надо Пускай она поплачет Ей ничего не значит Заключительные строки Завещания Лермонтова 1840 года Пускай она поплачет Ей ничего не значит Да, вы правы У мамы Старческий маразм И распадение личности Но мне от этого Не только не легче Но наипаче тяжелее Ни о старческом маразме Ни о распадении личности Ахматовой Я, конечно, не писала Но упомянула О некоторых возрастных Изменениях в ее психике Начну с конца Вы пишете, что Не мама Виновница моей судьбы А кто же? Будь я Не ее сыном А сыном простой бабы Я был бы При всем остальном Процветающим Советским профессором Беспартийным Специалистом Каких множество Сама мама Великолепно знает Мою жизнь И то, что Единственным поводом Для опалы Моей Было родство с ней Я понимаю, что Она первое время Боялась вздохнуть Но теперь спасать меня Доказывать мою невиновность Это ее обязанность Пренебрежение Этой обязанностью Преступление Вы пишете, что она Бессильна Не верю Будучи делегатом Съезда Она могла подойти К члену ЦК И объяснить, что у нее Невинно осужденный сын Что толку писать заявление По инстанции В моем деле Любой чиновник Не возьмет на себя решение А попытается Спихнуть дело с себя И формальный отказ Неизбежен Я писал маме Об этом осенью Она как будто поняла Но бесполезно Спасти меня Можно только одним способом Добиться того Чтобы член правительства Или ЦК Обратил на меня внимание И пересмотрел дело Без предвзятости мысли Я этого отсюда Не могу добиться И вообще ничего не могу Она не только могла Но и должна была Сумела же она Спасти мужа В 1935 году В чем дело я понимаю Мама Как натура поэтическая Страшно ленива И эгоистична Несмотря на транжирство Ей лень думать О неприятных вещах И о том Что надо сделать Какое-то усилие Она очень бережет себя И не желает расстраиваться Поэтому она так инертна Во всем, что касается меня Но это фатально Так как ни один нормальный человек Не в состоянии поверить Что матери наплевать На гибель сына А для нее Моя гибель Будет поводом Для надгробного стихотворения О том, какая она бедная Сыночка потеряла И только Но совесть Она хочет держать В покое Отсюда посылки Как объедки со стола Для любимого мопса И пустые письма Без ответов На заданные вопросы Зачем она Вводит в заблуждение Себя и других Я великолепно понимаю Неужели она этого не понимает Странно В тяжелое время Когда мы оба голодали Я ухаживал за ней Во время шести Ее болезней Имеется в виду В 1946-49 годах После постановления О журналах Звезда И Ленинград Я не знал отдыха Я отказывал себе Во всем И при этом Я стремился Ввести ее обратно В жизнь Уговаривал Не поддаваться горю И работать Для советской литературы Как я сам Всю жизнь Работаю Для советского Востоковедения Делал я это тактично Не содевая ее Больного места Но теперь В дни ее благоденствия Которое я имею Право разделять Если она не понимает Своего долга Как мне К этому отнестись Ее поведение Могло быть оправдано Только в том случае Если бы я сам был Причиной Своей беды Но этого не было Признаюсь Я отчасти предполагал Что она может быть Легкомысленно Ибо я ее характер знаю Но действительность Превзошла Мои ожидания Опасения Да Ее сон В руку Я описывала Ревневый сон Анны Андреевны По отношению К сослуживице Левы По Государственному Этнографическому Музею Татьяне Александровне Крюковой 1906-1978 Татьяна Александровна Старая дама Которая влюбилась В меня И, видимо, бескорыстно Близости у нас не было С моей стороны Было только Дружеское расположение Но она мне писала Теплые слова И посылки Слала Как вы Эмма, милая, дорогая Как бы я хотел Расславать ваши руки И вас Но вряд ли это будет Напишу о здоровье моем Как есть Моя нервная система От перенапряжения Расстроена Как будто необратима У меня иногда Отказывает сердце И я ложусь в обморок Как будто без причины Желудок работает Столь вяло Что образовалась Язва Двенадцатиперстных кишки Операцию сделать Отказались Лечили подсадками Палиативно Я надорвался При подъеме тяжести Не слишком тяжелой Значит, отказывает Мускулатура Все вместе Значит, что Максимум через полгода Я потеряю работоспособность И мне будет еще хуже Я не смогу заниматься Историей Которая одна меня держит Тогда возвращение Мне будет не нужно Еще одно Приезд мамы ко мне И хоть немного Душевного тепла Конечно, поддержали бы меня Дали бы стимул к жизни Но я думаю, что она По-прежнему стеснена В деньгах И пожертвовал собой Поездка в Омск Не тяжелее поездки в Ленинград А имея деньги Можно было прилететь Но теперь это непоправимо Пусть ее судят Собственная совесть Что будет дальше? По-видимому, я тихо Скачусь в инвалидность И смерть Которая меня не пугает Жаль только, что мой научный талант Уже развился И теперь Мне бы давать и давать Нашей науке Как раз то, что наиболее актуально Общее востоковедение Введение в предмет Без которого любая работа Неполноценна Так неполноценны переводы Цюй Юаня Поэта гениального Непревзойденного Цюй Юань Родился около Триста сорокового Умер в 278 году До нашей эры Первый известный По имени Китайский поэт Речь идет о его сборнике Стихи Москва Гослетезда 1954 В который вошли Поэмы Ли Сао Скорбь отверженного И призывание В переводе Ахматовой Чтобы понять его Переводчику Нужно знать историю Китая А не только язык Исторический же талант Так же редок Как поэтический Я прилагаю к письму Записку Которую прочтя Переправьте, пожалуйста По адресу Либо в руки Либо по городской почте Лева прислал наивную Грубую записку Виктору Ефимовичу Ардову Начинавшуюся Смешной и нелепой фразой Что я вам сделал плохого? Я воспользовалась Данным мне правом И уничтожила записку Эмма Милая, родная Спасибо вам В эти пять лет Неведение, молчание Пустые письма Были для меня Самым тяжелым Более тяжелым Чем все остальное Теперь мне легче Пожалуй, нечего Затягивать мою агонию Посылками Еще раз целую вас Милая Эл Третья апреля 1955 Милая Эмма Я опять в больнице Чувствую себя Очень плохо Сердечно-сосудистая Недостаточность Куда-то проваливаюсь И опять Выплываю Иногда сам Иногда колют Заниматься не могу Маме я, конечно, Ничего неприятного Не писал Зачем портить Ваше с ней отношение Но странно У нее совсем нет Воображения и внимания Ко мне Поэтому она сама Себя считает ангелом А мне кажется Что ее отношение Более чем Жестоко Это письмо Не для нее А для вас Но вы ей на словах Говорите, что Найдете нужным Впрочем, теперь Как будто все равно За последнюю неделю Марта я надорвался Нервно К счастью, не психически И чувствую, что Пойду на спад Да и сколько можно Я задаю маме вопросы Она отвечает Не в попад И я же выхожу виноватым Она не понимает Что ее невнимание Оскорбительно Например, вместо Просимой мной книги Прислать другую Дорогую, но ненужную Лучше уж ничего не присылать Я думал бы, что У нее денег нет Вообще Все так горько Что жить не хочется Не думайте, что Ваше письмо тому причиной Я историк И умею читать подтекст Я уже раньше заметил Что что-то неблагополучное Только тогда написал вам Да со всех сторон Пишут по-разному Одно и то же Теперь картина почти полная И безотрадная Я не думаю, чтобы Обращение Василия Васильевича Имело успех О ходатайствах Академика Василия Васильевича Струве 1889-1965 Лев знал Из моих писем А также из письма Ахматовой 25 марта 25 марта Наденут на первого Попавшего сети По шляпу Дадут ему портфель Я возьму и вложу Я никогда не был Весь переполнен Работникам Услугами такси Миняющий 55-го. Дорогая Эмма, долго ждал я от вас письма, и пока еще нет. А мне очень интересно, решилась ли мама отправиться в путешествие ко мне или еще колеблется? Собираясь в мае 55-го года ехать на свидание с сыном, по ее просьбе я должна была ее сопровождать, Ахматова подверглась такому натиску противников этой поездки, что совершенно растерялась. Одним из главных доводов Пуниных, Ардовых и окружающих их лиц были выдуманные примеры скоропостижной смерти заключенного от волнения встречи. Кто был истинным инициатором и руководителем этой организованной кампании, очевидно, можно будет выяснить лишь при открытии соответствующих исторических документов. Стэнли меньше готовился искать Ливингстона, чем мама повидать меня. А сейчас самое удобное, в смысле погоды, время. Но я ведь не знаю, есть ли у нее деньги на дорогу. Ответа на жалобу Струве. Я жду очень терпеливо, хотя мне сейчас живется хуже, чем зимой. Здоровье восстанавливается очень медленно, работать надо очень быстро. Это несоответствие не в мою пользу, особенно когда в организме уже нет никаких запасов и все расшатано до предела. Я надеюсь, что вы не посетуете, что я вкладываю письмо маме в ваш конверт. А то через Ленинград письмо до мамы дойдет с огромным опозданием, и она опять будет этим недовольна. В последнем письме она высказала гипотезу, что нас кто-то ссорит, увы. Это она сама. Но мне все-таки очень хочется получить от вас письмо, умное и деловое. Вы это хорошо можете написать. Большое вам спасибо, дорогая, за все ваши добрые слова. Еще много раз целую ваши руки. Л. Постскриптум. Не успев отправить письмо, получил письмо от мамы. Все-таки без вас не обойтись. Пишите мне. Поддержите меня морально, ибо очень тяжело. Как будто надо надеяться на лучшее, но время тянется невероятно медленно. Целую вас, милая. Спасибо вам. Л. Если будете собирать мне посылку, то прошу, купите мне парикмахерский пульверизатор. Цена 7 рублей 50 копеек. Он мне нужен. Л. 13 мая 1955 года. Телеграмма. Обеспокоенный длительным молчанием, я послал ему телеграмму до получения двух последних писем. Вчера отправил второе письмо вашей помощи. Нуждаюсь, жду известий, свидания, люблю, целую, Лева. 26 мая 1955. Дорогая милая Эмма, могу сообщить вам, что я опять в больнице. Мои болезни, сердце и живот обострились, но надеюсь, что долго не проваляюсь. Погода у нас роскошная, знойное, прекрасное лето, но настроение печальное, ибо нам, жертвам Берии и Абакумова, слишком долго приходится ждать крупицы внимания, и я мало надеюсь дожить до счастливого конца. Уж очень шалит сердце. Скорее всего, я буду реабилитирован посмертно. Вы спрашиваете мое мнение об Ирке? Нина лучше, искреннее. Ирка — пиявка, которая цацкается с мамой до тех пор, пока есть что сосать. Подлая пунинская порода. Опыт тому уже был на моих глазах. Меня не особенно удивило сообщение о неприезде, хотя мама могла бы сама известить меня. Суть дела, конечно, не изменилась бы, но было бы приличнее. Но, в конце концов, ей виднее. Я только одного не могу понять. Неужели она полагает, что при всем ее отношении и поведении за последнее время достаточно обнаружившихся, между мной и ей могут сохраниться родственные чувства, то есть с моей стороны? Неужели добрые друзья ей настолько вылизывают зад, что она воображает себя непогрешимой всерьез? В письмах от 17 мая она пишет, что ей без моих писем скучно, но я их пишу не для того, чтобы ее развлекать. Для этого есть кино. Там же спрашивают, можно ли присылать денег больше ста рублей? Это она может узнать и в Москве. Но она, видимо, хочет, чтобы я клянчил подачку. Так я не буду. Я уполномачиваю вас передать на словах все, что вы найдете нужным, а сам больше писать ей не буду, ибо даже когда я объяснял ей, чем я недоволен, она либо не понимала, либо делала вид, что не понимает. Хватит. Меня очень огорчило ваше упоминание перекрытия. Ведь это относится только к осужденным судом. А что же нам, грешным, без материала, без показаний, даже без состава преступления? Нашего брата почти не тревожат добрыми вестями. Только те, у кого был сильный блат, ухитрялись добиться пересмотра, но тут уж всегда с положительным результатом. Я написал своему боевому командиру, ныне министру, просьбу заступиться за меня. Но судьба письма мне неизвестна. Посему болезни... Я пребываю в пессимизме и даже вызвал осуждение начальства, которое предпочитает видеть оптимизм. Однако результат ходатайства академика меня интересует. И прошу вас держать меня в курсе событий. Целую вас, моя дорогая. Нет слов, чтобы выразить вам мою благодарность за ваши заботы и искренность. Эл. 9 июня 1955 года. Милая Эмма, я долго ждал письма от вас и заждался. Конечно, есть много причин, задерживающих ответ, и я не в претензии, но все-таки очень жду вестей. Получил я от мамы три открытки, на которые долго не мог ответить. Так они меня расстроили. Так пишут отдыхающим на южном берегу Крыма. Что она, в конце концов, думает? Я это время пролежал в больнице, сердце и желудок объединили свои усилия. Но сегодня выписан, и послезавтра иду на работу. Письмо маме вкладываю в конверт к вам и прошу вас ей передать. За это время произошло следующее событие. В прошлом году я подал прокурору по надзору заявление, точнее жалобу, ибо подавали все и забыл об этом. В апреле я вспомнил и послал ему напоминание. В ответ получил извещение, что и прошлогодние жалобы, и нынешние напоминания ушли в прокуратуру СССР. Когда вы найдете время пойти в прокуратуру, учтите и это обстоятельство. То есть, что мои личные объяснения уже там и нет причин для оттяжки разбора дела. Не важно мое здоровье. Я опасаюсь, что реабилитация может оказаться посмертной. Ведь теперь даже инвалидность не спасает от физического труда. Хотя его называют легким. Никто из ваших знакомых никогда в жизни не делал и в половину столь трудного. Я сомневаюсь, можно ли говорить умственная работа или это нонсенс. У нас умственных называют придурки, без оскорбительного оттенка, отличая их от работяг. Это совершенно разные вещи и терминологическое различие необходимо. Раньше, когда люди лучше владели русским языком, терминов было больше. Например, нести службу для солдат, служить для чиновников, сочинять для творческой работы и так далее. А сейчас журналист, диктующий стенографический очерк, думает, что он работает. Такую работу я бы всю жизнь делал. И сейчас, когда я достаю хорошую книгу и конспектирую ее, я считаю это не за работу, а за счастье. Хорошо бы мне дали что-нибудь посильное, ибо я еще не восстановил полностью силы. Да и восстановлю ли? Напишите мне, дорогая, как и что там. Мне уже нестерпимо ожидание. Да и должен быть, наконец, предел. Отказ так отказ, а пересмотр так пересмотр. Надеюсь получить ответ в двадцатых числах июня. До этого времени возьму себя в руки и постараюсь не свалиться. Целую ваши ручки, моя милая. Леонт. Двенадцатый июня, пятьдесят пятого года. Милая Эмочка, получив ваши два письма, я еще больше расстроился. Конечно, я сразу же напишу маме. Только авиапочтой послать не могу, ибо нет ни марок, ни денег, а только последние два конверта. Одно письмо пошлю в Ленинград, а другое через вас, как прежние. Я сообщала Леве о тяжелом болезненном состоянии Ахматовой. Пусть моя горечь остается при мне, а маму расстраивать не буду. Это верно, что она совсем меня не понимает и не чувствует, а только томится. Сие я усмотрел из последней ее открытки. Я писала не об этом. Рассказывала о горечи Анны Андреевны по поводу внутреннего разрыва, произошедшего между нею и Левой. Ведь раньше мы всегда понимали друг друга с полуслова, — жаловалась она. Все это вместе вроде античной трагедии. Нельзя ничего исправить и даже объяснить. Кстати, эта мамина система неответов и есть причина крайнего ухудшения моего морального, а как следствие, физического состояния. Ну, к примеру, я спрашиваю, жива ли моя любовница, а получаю письмо с описанием весенней листвы. Ну, на чертам не листва. Вспомните или прочтите статью Достоевского о поэзии. Там так о фете. Но считаться обидами бесполезно и вредно. Лучше постараться об этом забыть, чтобы не свалиться до конца разбора дела. Удивительно, как настроение сильно влияет на физиологию. Теперь деловые ответы на вопросы. Масла не надо, ибо жаркое оно горкнет. Из жирного лучше всего колбаса, яичный порошок и тому подобное. Здесь диеты не наладишь. Очень желанный кофе и чай, но ни какао, я его терпеть не могу. Конфеты дешевые, вполне могут заменить сахар. Но проще всего деньги, ибо сейчас можно многое купить, и даже пообедать за два рубля. И хлопот меньше. О Н В. Мама все перепутала. А вы, конечно, тоже. Наталья Васильевна Ворбанец, 1916-1987. Сотрудница отдела редкой книги Государственной публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина. У этой милой дамы есть свой принцип – неверность всем любовникам. Ну, раз так, что же с нее спрашивать? Да и отношение к ней возникает соответствующее. Но обижать ее тоже незачем. Кто из нас без греха? И каждый может быть таким, каким хочет. Короче говоря, это не проблема, и совершенно не следовало ее запутывать. Но теперь это уже не актуально. Мне советуют снова подать заявление-жалобу в высшей партийной инстанции с указанием моей профессии и ее значения. Действительно, тема отношений Китая с соседями – тема актуальная. Но стоит ли сейчас повторять то, что писал Василий Васильевич, гораздо бледнее, чем он? Если да, прошу вас телеграфировать мне. Содержание же юридическое, изложено в жалобе еще в 1954 году, посланной в прокуратуру СССР, на которую еще нет ответа. Да откуда вдруг выплыла моя работа о тибетской пиктографии? Ахматова привезла из Ленинграда оттиск одной из немногих напечатанных в то время работ Левы. Статья о тибетской пиктографии мне очень понравилась, и я написала Леву об этом. Правда, это была из удачных, но для меня это уже пережитый этап. Мне кажется, что сейчас я значительно усовершенствовался. Но, увы, сейчас нет даже минимальных условий для занятий, даже тех, что были раньше. Хотя я законченный инвалид, но работаю физическую работу, которая почему-то считается легкой. Я, по мере сил, взял себя в руки и постараюсь не свалиться, пока не будет ответа из прокуратуры. Но удастся ли мне это, не знаю. Пожалуй, мне еще ни разу не было так трудно и тяжело, как теперь. Раньше я был, по крайней мере, здоров. К предыдущему письму я приложил письмо маме в довольно резком тоне. Возможно, вы его не передали. Из-за тона, разумеется. Поэтому я повторю его частично. О даосизме и переводах, и тому подобном. Очень, очень благодарен вам за заботу, внимание и, главное, искренность. Целую вас, дорогая моя. Леон. Постскриптум. А пульверизатор очень нужен. Я тогда всегда буду чисто выбрит. Эл. 26 июня 1955-го. Дорогая, милая Эмма, получила я ваше коротенькое письмо и до чего кстати. Ведь гораздо легче мне прочесть хоть два слова, чем ничего. Но я с нетерпением жду результата, каков бы он ни был. Не вздумайте, ради бога, утаивать от меня что-либо, потому что плохого утаить невозможно, а можно только временно задурить мне голову молчанием, как это было прошлый год. Это было очень плохо. Я хожу на работу, которая для здорового, молодого, рабочего обычно, то есть нелегка и не особенно тяжела. Мои болезни в прежнем состоянии, но я не хочу без крайности ложиться в больницу. Уж очень там скучно. Пока тянусь и буду тянуться, но меня удивляют отговорки и оттяжки. По сути дела, для этого нет оснований, ибо все содержание дела вместе с поводом для касаться изложено на двух страницах. Кроме того, есть моя жалоба, отосланная туда уже год, где тоже все ясно. Как вы легко можете представить мне, кроме прокуратуры, ничего на ум не идет. Короче говоря, я держусь на нервах и прошу вас сразу же известить меня о результате, чтобы не тянуться зря. Обе посылки с маслом и без масла я получил, и сейчас живу хорошо. Третье будет мне выдано в среду, и я ума не приложу, почему вдруг третье. Конечно, это приятно, как всякий подарок. Погода у нас неважная. То очень жарко, то пыльный вихрь. Прошлый год лето было мягче. У нас часто показывают кино, и часто очень хорошие картины. Я кино не пропускаю, оно очень успокаивает нервы. Маме я написал и в Ленинград, но не зная, где она, теперь на всякий случай пишу для нее страничку, и прошу вас ей ее передать. Разумеется, если она в Москве. Целую ваши ручки, и вас, дорогая. Искренне ваш, Эл. 8 июля 1955 года. Дорогая Эмма, обратите внимание на небольшое изменение в адресе. Все остальное остается пока по-прежнему. Очень благодарю вас за последнее письмо, несмотря на отсутствие в нем утешительных или огорчительных известий. Я понимаю, что нужно ждать, но сколько можно? Опыт показывает, что единственный способ продвижения аналогичных дел — хлопоты родных. Примеров тому тьма. Конечно, я понимаю, что это не в ваших силах. Но мамина пассивность может быть фатальна. Полагаю, что без подталкивания сиять Олега с места не сдвинется. Я сам написал напоминание, но бумага не заменяет живой речи. Пишите, даже если ничего нет. Молчание хуже. Целую вас. Леон. 14 июля 1955. Милая Эмма, больше двух недель я не получаю писем, но приписываюсь я отнюдь не тому, что вы меня забыли о перемене адреса. Напишите по-новому. Жду. Очень благодарен вам за пульверизатор. Благодаря ему я стал чисто выбритым и часто. Перестав получать письма, я как-то оторвался от ожидания результата пересмотра и снова впал в ровную мрачность. Надеюсь, за это время все-таки что-нибудь да сдвинулось с мертвой точки. По поводу вашего приезда. Да поймите, вас просто не пустят ко мне. Я настаивала на личном свидании с Гумилевым из-за отсутствия необходимых сведений о существе его дела. Свидание дают только родным и зарегистрированным женам. Ваши сомнения и мысль о птице просто ни к чему. Не в этом дело. Птица — ворбанец. Меня смущало ее вмешательство в Левина дело. Напишите, пожалуйста. Я живу по-прежнему и пока не в больнице целую вас, дорогая. Леон. 21 июля 1955 года. Дорогая Эмма, получив милое письмо, я отвечаю немедленно, так же, как ответил на большое и очень интересное письмо. Сейчас я чувствую себя, пожалуй, чем-то лучше. Прошла бессонница, изнурявшая меня почти год, и вернулся аппетит, так что посылка будет весьма кстати. Понемногу занимаюсь. Причем результаты еще не осязательны, но многообещающие. Если выживу и вернусь, будет чем похвалиться. Психа, как видите, прошла или проходит. В прокуратуру я послал напоминание, а после вашего следующего письма закачиваю еще жалобу в бюро жалоб, если надобность в этом не минет. Очень-очень благодарю вас за заботу и за письмецо. С ними легче. Целую крепко ваши руки и вас. Леон. 24 июля 1955. Милая Эмма, по-видимому, я был, к сожалению, прав. Не нравится мне эта затяжка. Ох, не нравится. Опыт показывает, что без толчка нет движения, а толкать не в ваших силах. Нормальная затяжка — это когда дело ждет своей очереди, а дождавшись, надо двигаться. Я буду писать еще, но бумажка не живая речь. Поймите, с самой весны все шло нормально, но вы не умели этого видеть. В свое время не хватило одного маленького усилия, и вот все покатилось не по тому руслу. Надеяться, конечно, еще можно, но стоит ли? Лучше пишите все как есть. Посылки пришли. Я сегодня вечером их получу и буду с остервенением пожирать. Погода у нас тоже хорошая и очень много красивых цветов. Я пока скриплю и пытаюсь отвлечь себя от тоски хуннами и древним Китаем. Иногда получается, иногда нет. Маме, передайте привет. Она мне долго не писала. Целую и благодарен за все. Ваш Леон. 27 июля 55-го. Эмма, вы солнце и прелесть, даже со всеми вашими эмоциями и неверными ассоциациями. Получив ботаническое письмо, я сначала очень расстроился и огорчился, но потом понял, что это результат настроения. Так Лева назвал мое иносказательное письмо к нему о поездке Анны Андреевны к Шолохову и о его согласии принять участие в деле ее сына. А орнитологические темы сейчас неактуальны. Наверное. Вы сами это уже поняли. Получив письмо от 21 июля, я стал счастлив. Николай Иосифович Конрад – это такой человек, перед которым мне не зазорно и на пузо лечь. Это титан востоковедения. И его мнение о моих работах – такая награда, что лучше и быть не может. Что мама вышла из статуса пассивности – это тоже счастье. Я так хочу на нее не сердиться, что рад малейшему поводу к тому. Сообщите телеграфно. Писать ли еще жалобу в Совет Министров или обойдется без этого? Часть ваших писем до меня не дошла еще в связи с переменной адреса. Отсюда асинхронность переписки. Но это ничего. Ваши письма меня очень поддерживают, а мне сейчас это нужно. Целую и благодарю, милая, хорошая, умная Эмма. Леон. Марки пропали. Деньги еще не пришли. 30 июля 1955-го. Милая, чудная Эмма. Пришли. Ваше письмо. Две вкусные посылки и 200 рублей денег от мамы. Все это очень приятно. Но то, что прокуратура задерживает разбор, очень неприятно. Ваши надежды, по-моему, недостаточно обоснованы. Во мне сейчас не нетерпение, а опыт. Затяжка дела не в пользу нам. Боюсь, что если не нажать на них, результата не будет. Я написал жалобу в бюро жалоб при Совете Министров. Но мой писк из Сибири в Москве не слышен. И эту жалобу могут подшить к делу. Там все и кончится. Я не хочу давать советов, не хочу нагружать никого, даже маму своей горечью и болью. Но если не помочь мне сейчас, дальше уже незачем будет помогать. Когда кончится общий пересмотр, для меня исключения делать не будут. Надо было маме на съезде обратить внимание на мою телеграмму, а что сейчас делать, я просто не могу представить. Но надеяться самое последнее дело. Очень порадовал меня отзыв о моих работах Конрада. Я его очень уважаю, как ученого. Кажется, он тоже очень хороший человек. Всеобщая история – это дело для меня, так сказать, по моему профилю. Постарайтесь, пожалуйста, довести до него следующее. Я написал здесь работу «Древняя история Центральной Азии в связи с историей сопредельных стран». Охвачена почти вся Азия, кроме Переднего Востока, Индии, Индокитая и Японии. Доведена она до X века нашей эры. Работа не совсем закончена, так как у меня не хватало иностранной литературы. Но я знаю, прибавка ее не изменит ничего в принципе, а только даст уточнение. Уже написано около 20 печатных листов и составлено несколько исторических карт. Качество работы выше, чем диссертация, так как я писал не торопясь, по несколько раз переписывал, да и сам за это время не поглупел, а поумнел. Для всеобщей истории этот текст придется не дополнять, а сокращать. И тут не две главы, а целый раздел. Мало этого, эпоха Чингисхана еще не была научно описана. То есть большие сложности есть там, о которых я знаю, и знаю, как найти выход. Если мне будет сделан заказ, вполне официально, я сумею его выполнить. Я не хвастаюсь, это слишком серьезно. Для этого необходимо, чтобы меня поставили в те условия, в которые ставят изобретателей. Так жить можно, и можно ждать результата пересмотра. Ради Бога, отнеситесь к этому письму серьезно, поговорите с Конрадом и напишите мне о результате разговора. Я сейчас живу хорошо, но у нас все держится на соплях и, соответственно, быстро меняется. Вот каков я был недавно, когда болел. Письмо было вложено фотография льва в арестантском костюме. Сейчас мне лучше. Сплю, как сурок, и жру пищу, как удав. Нервам лучше, но пузо болит. Лечит. Целую вас, моя исключительная. Леон. По поводу мамы. Я старался и стараюсь не писать ей ничего волнующего, тем более обидного. Больше всего на свете хочу не иметь повода на нее обижаться, не хочу ее излишне затруднять, но кое-что она все-таки должна мне. Первое. Отвечать на мои вопросы, чего она либо совсем не делает, либо делает так, что ответ не ответ. Второе. Проявлять обо мне официальную заботу, заявлять о моей невиновности. Это условие, без которого нельзя. Третье. Немного родственного внимания. Разве это невыполнимо? Еще раз целую вас. Леон. Марки для авиапочты нашлись. Л. 12 августа 1955 года. Телеграмма. Письмо. Еще жду нетерпением. Здоров. Изменений судьбы пока нет. Посылку шлите. Целую. Лева. 13 августа 1955 года. Милая дорогая Эмма, наконец-то ваше письмо дошло до моих рук. Это же не письмо, а фейерверк приятностей. Самое приятное то, что наконец поставлен срок пересмотра, который, будем надеяться, реален. Вероятно, я все-таки недаром поставил в бюро жалоб просьбу напомнить прокуратуре о себе. А может быть, они сами усовестились? Очень любезно со стороны полковника утверждать, что никому не нужно, чтобы ученый работал на физической работе. Однако здесь иной подход. Ну, будем надеяться, что из маминого заявления никаких бед или осложнений для меня не воспоследует. Что же касается обратного адреса, то просто по рассеянности я поставил старый адрес, который так же годен, как новый обычный. Из чего такой переполох? Но это все пустяки. Самое главное, что дело должно, наконец, решиться, и пусть будет, что будет. Я сейчас нахожусь в положении, которое считается всеми, а мною в том числе, наилучшим из возможных. Я инвалид и помогаю составлять каталог библиотеки. Дело тихое, покойное. Ни с кем не сталкиваюсь, сижу в углу целыми днями и пишу. А вечером вылезаю в чудесный цветник с индийской философией, которая мне очень любопытна, или с персидской книжкой, и наслаждаюсь цветами красноречия и цветами на клумбах. Иногда приходит кот. Их очень много. И все любят ласкаться и мурлыкать, и лезут на колени, требуя внимания к себе. Все остальное проходит мимо меня, как тени, не задевая. Так как я сейчас живу, жить можно, и я не стал бы хныкать, но такая жизнь началась у меня недавно, а в будущее мы здесь не заглядываем. А ботаническое письмо я понял вполне правильно. И как жанр, и как стиль. Потому и не обиделся. Но вижу, мне очень надо домой, ибо там теперь можно, и, видимо, неплохо. Письмо уйдет только пятнадцатого, в понедельник, поэтому делаю перерыв и пользуюсь случаем расслабить ваши ручки и вас. 14 августа 1955-го. Очень тихо. Все ушли в кино, а я эту картину видел, маскарад по Лермонтову, и пользуюсь случаем побыть в тишине и написать продолжение письма. Самое приятное это то, что мама проявила активность в отношении меня. Мне очень хочется на нее не обижаться, и если нельзя не иметь к тому повода, то, по крайней мере, чтобы можно было найти оправдание. Пусть будет паскудная судьба, а мама хорошей. Так лучше, чем наоборот. Перспектива сменить пребывание в консервной банке на человеческое существование не могла, конечно, не взволновать меня, но я продолжаю запрещать себе мечтать о будущем. А. Потому что все будет не так, как я смогу вообразить при самой пылкой фантазии. Б. Чтобы не выходить из ровного настроения, которое одно позволяет здесь жить. В. Чтобы не отвлекаться от работы, которую я продолжаю и совершенствую. Удивительно даже, как много можно сделать в науке, если сосредоточить внимание на двух-трех летописях. А то мы разбрасываемся по библиографии. Много хватаем, но мало удерживаем. Но мне очень хочется, чтобы мой труд не пропал для науки, ибо благодаря вынужденному способу работы я вник в такие детали, которые обычно проходят незамеченными. Поэтому мое сочинение неповторимо. Для окончания его мне не хватает литературы, но на воле это дело нескольких месяцев. А если это поручить даже очень толковому редактору, займет не меньше года, так как ему надо входить в материал и тему. Вот почему я, лично, был бы нужен для всеобщей истории. Кино кончилось, и идет народ. Кончаю письмо. Целую вас, дорогая. Леон. 21 августа 1955 года. Милая моя Эмма, я очень виноват, ибо задержал ответ на целых четыре дня. Ваша приписка меня очень обрадовала и успокоила. Так быстро? И должно идти, раз началось. Медленного течения дела не может быть, в таком случае оно просто лежит в папке. Спокоен я сейчас так, что даже сам удивляюсь. За несколько дней, ну, за две недели, я пополнил и принимаю человеческий облик. Занимаюсь историей, персидским языком, в полное напряжение, и самое главное, не сержусь больше на маму. Я, конечно, понимаю, что вы провели среди нее разъяснительную работу, но я сердцем, издалека, почувствовал, что теперь дело направилось. Результат жду с завидным терпением, но надеюсь в начале сентября получить от вас весточку, в которой будет уже нечто осязательное. Обычно благоприятное решение идет до нас около двух месяцев. Быть эти месяцы в покойном состоянии очень хорошо. Наши письма стали сухими и деловыми, и это правильно. В напряженные моменты жизни у меня исчезает всякая лирика. Для нее хватит времени и места после результата. Целую ваши ручки, дорогая. Я просто не в силах словами описать чувство благодарности, которое чувствую. Л.